Нету, не видать. Нету, не видать. Не видать. Так, я его послушаю. Так, накручивает. Должно появиться. Сейчас, минута. С миром. С миром. Что-то не видать почему-то. А сейчас. Отключусь. Вот, все. Вышло. Слава Богу. Вы скажите, в каком городе находитесь? Рубцовск. Рубцовск? Да, соседи почти. Да, вы соседи. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я в пустое. Слава Богу. Слушаю вас, пожалуйста. Да вот. Я не знаю, стоит ли записывать или что. Вы подумайте, потом сами выставите или не выставите. Это ваше уже будет решение. Я не боюсь. Как бы не страшно. Ничего нет. Как вы отнесетесь к этому. Я просматривал фотографии. И вот хотел поговорить, что фотография там Креща ему есть. Это один из вопросов. Там на фотографии, где мама Сергея Павкова, Крещение там, и Кальмаев Михаил принимает Крещение. И там видно, фотография такое действие такое, что видно, что крестится Михаил. Ну, то есть они молятся, по всей видимости. И женщины без платков. Я знаю, что вы стоите на позиции, что, ну, правильная позиция. Жена, молящая, с непокрытой головой просто жарит свою голову. И я знаю, что вы на этой позиции стоите. И почему в данный момент они не покрыты? Вот такой вот вопрос. Ну, это момент Крещения. Ну, да. Ну, да. Понимаете, у нас было так, что крестились, были в платках. Потом, значит, стали говорить, как так? Прикрыта голова. И первое-то христиане крестились полностью. Весь наг. Но сегодня, видите, принародный, как, совершенно наг. Ничего нету, ни одной нитки на нем нету. И поэтому здесь молитва, говорит, уже прошла, и поэтому снимали головной платок, чтобы можно было полностью быть погруженным. А когда вышли, то сразу и не надели. Мы ничего этим не опровергаем, что надо в платке быть. У нас есть Крещение, где были с платками. Но потом стали делать замещание, мы признали справедливое. И мы убрали. Поэтому Крестница без платков. Это речь идет о Крещении. А так мы всегда говорим. Нет, я знаю, что вы говорите. Просто я смотрю, вот снимок такой, да. И потом вот женщина у вас, как на визитке, по всей видимости, на визитке, наверное, я визитку не видел. Ну, когда лагерь снимали, лагерь встан, и там такая фотография, и идут, как что-то звонит где-то у вас, наверное, там, по пищи, пищит, пищит как-то. Ну, вот я объяснил, как это. Ну, я знаю, что у вас, как бы, в этом отношении нормальный подход к этому. А здесь сразу такая вот ситуация. Ну, значит, в этот момент они не молились. Давайте это так. А они не молились, переодевались. Если я вам сейчас дам фотографию, которая покажет это все, как это, докажу вам, что они там молились. Ну, может быть, молились. Вот смотрите, мужчина с покрытой головой постыжает свою голову. Мы это знаем. Но вот мы едем, едем на реконструкцию города. Я еду с одними неверующими. Мороз 40 градусов. Я шапку не снимаю, но я молюсь. То есть я этим не связан. Дальше. Утром всех выводят на утренний разгон. В лагере. Ветер свистит, и мне нельзя ничего сделать там. Я стою и молюсь, а я в головном уборе. Для Бога это не препятствие. Я признаю, что это надо, но возможности нет. Даже в крещении, в крещении, и то допускается без погружения. Три момента. Церковь это все обговаривает, что, во-первых, клиник лежит раздавленный. Его нельзя пошлить, как Сергея парализованного. И под него там сделали толстый паралон, непромокаемый что-то там они сделали. Салафаново или что-то я не видел. Но и не так обливанием. И в тюрьме. Но это надо быть раздетым, трижды облить. И, наконец, у церкви появился третий момент. Пленный в плену у татар в степи, где нет воды. Он обратился, а его казнят. И поэтому это не отрицает самое главное апостольское 50-е правило только в три погружения. Так и здесь. Всегда мужчина снимает голову. А вот священник молится с покрытой головой. Патриарх Дмитрий. Почему? Я с этим никогда не могу согласиться. Ну, принято, ну, в общем-то, принято неправильно. Но это не означает, что он потерял благодать. Понятно. Поэтому по этому поводу у меня как бы вопросов нет. А вот по поводу того, что на фотографии явно они как бы молятся. Но они без покрытых голов. Ну, у нас, видите, как братья пирс делают. Когда поднимается лед весной, и выдернуло все сваи. Там работа тяжелая. В воде не забить. Там разные поддерживают. Кувалды, да не промахнись. И каждый год. И вот они там, ну, работают в трусах. И сразу, а вот они в трусах. Ну, все, они в шубе должны были быть. Не-не, минутку. Я понял, как раз второй вопрос относительно вот этих действий. Я сейчас, я вот хотел бы вам сказать, ну, обратиться. То есть мы не связаны, мы этим. Мы твердо держим эту позицию. Я иду из бани. Из бани. Вот по этому вопросу тоже хотел сказать. И вот это время привязывается. Вы задаете мой вопрос. Я иду из бани, развешивать белье. Мне одеваться не надо мокрое, иначе у меня одно и то же одеяние. У меня нету десятки переодевать-то. И поэтому я пока не подсохну, не одеваюсь. Баня своя рядом, никого нету. Ну, вот берет он. Ну, еще я весь закрытый. Господь висит на кресте какой? Игнатий Тихонович, дорогой мой, послушайте. Смотрите, я знаю, что у вас точно такой же подход, примерно, как и у меня. Мужчины купаются отдельно, женщины купаются отдельно. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Это правильно так и должно быть. Но давайте так. Я когда человеку говорю, я говорю, ну да. Но я в бане тоже, я же не в валенках-то моюсь, да. Я разделся и моюсь, да. Но если я моюсь, да, ну это не, ну, мужчина отдельно, женщина отдельно. Ну, пускай еще муж с женой, еще ладно, это, ну, как бы, ладно. Но тогда, когда мужчина отдельно, женщина отдельно. А потом я говорю, ну, я же здесь же не было женщин. Я обмылся отдельно, на меня камеру сняли и выставили весь интернет, да. Я говорю, слушайте, ну это же как-то одно, она как бы исключает другое. Если отдельно, значит отдельно. И здесь, то есть, вот это неправильно будет, нехорошо будет выставить, то есть, свое обнаженное тело. Обнажиться нехорошо, мужчине перед женщиной обнажаться, а женщине перед мужчиной. Вот сейчас сестры начнут ходить в нижнем белье, скажут, ну вы что делаете-то как-то, да? Неправильный подход, да? Правильно ведь? Согласны вы со мной? Понимаете, мужчина и женщина это разный вариант. Мужчины купаются, даже в мусульмане, насколько строго смотрят, никакого ограждения нету. Но для женщин сделали особое ограждение, где женщина полицейская дежурит, а они купаются в специальной материи, которая пропускает воду. В хиджабе своем купается даже. Мужчина и женщина сравнивать не приходится. Когда говорится об обнажении, только женщина из священного писания говорится. Подниму подол на голову, а о мужчинах нигде нету. И поэтому мужчина наш, если работает в трусах, мы в этом ничего не видим. То есть вы считаете, что перед женщиной мужчине это нормально? Пусть она не смотрит, тогда если ее смущает мужчина. Мужчина, мужчина это совершенно другое. Вот я все-таки как-то думаю, что здесь обоюдно должно. Ни те не должны смотреть, ни эти не должны смотреть. Пусть не смотрят, пусть не смотрят. Придет на готовое уже. Нам нужно было снять пирс. Момент. И поэтому мы никогда об этом не задумывались, даже ничего тут такого нет. Ну вот я вчера подумал, что-то мне показалось, что надо было задумывать. Нет, на мужчин никогда не говорят ничего. Женщины, женщины у нас нигде, вы не увидите раздетые. Нигде. И поэтому для нее хиджаб, для мужчины ничего нету. А уж более как сохраняют, как мусульмане, никого нет. Для нас сегодня это образец, они все время одеты так. А мужчины в всяком положении, где бы они ни были. Ну что-то я так думаю, что мужчина тоже нехорошо. Нет, это мужчина, это совершенно другой категория. Ну как-то вот не знаю. Ну я вам ответил, все, я спорить не буду. Я говорю, что по Писанию, по Библии, везде. Я понял вашу позицию. Я понял вашу позицию. Ну да, мужчина, женщина, везде Писание говорит, что она будет переходить поток, там видны там пятые, проще там. Но мужчинах нигде нету, ничего нету. Он, Самсон, вышел на борьбу, там и как он вышел. И везде показывают. Притом неоднократно. Ну там кто показывает, там я уж не знаю. Это современные рисунки, кто как там изображал. Я не знаю, как он там выходил на борьбу. Мужчина, мужчина, это мужчина. Женщина, это женщина. Мужчина не называется ни прелести, ничего нету. Нет, он вышел такой, как Бог, говорит, сотворил его. Конечно, это прилично должно быть. Объяснено чем-то. Он смотрит, допустим. Я вот скажу, простите, что перебил это. Я вот смотрел здесь буквально, надо копировать, название записывать и выставлять. Вы говорите там в одном видео. Я бы сейчас снял рубашку, но это как бы нехорошо. Это там, ну и вы так вот говорите, в одно раз, потом через какое-то время в этом же видео вы опять повторяете. Я думаю, ну правильно говорит. Правильно говорит, потом я смотрю, трусак щеголя. Момент, момент. Это не связано. Понимаете, вот это есть многообразие формы. Форма соблюдается, но наступил момент, где они работают на пирсе. Они работают. А мы снимаем необычно показанным дно топкое. Как мы там застилаем его чем? Как это все? Почему? Люди берут пример. И что, что они так одеты, никогда замечания даже не было. Правда, родственники наши, когда увидели я из бани еду и интервью даю, а наш отец так не появлялся. Но отец не появлялся, у него не было возможности. Я иду из бани. Как раз речь идет об этом. Вы можете идти из бани, как вам угодно. Но если в связи будет присутствовать женщина, то вам этого не надо делать. Когда вы выставляете на интернет, то есть там любой может зайти и глянуть, я же не говорю, вы могли бы в бане съемку снять, например, но это ваше дело. Но и когда вы выставляете, тут уже другая ответственность. Другая ответственность. Я вам благодарю за намерение, за намерение говорю. Но я никогда не связан этим моментом. Момент. Вот это означает свобода. Свобода для мужчины в этом вопросе. Для женщины нет. И вы нигде у нас не увидите. У нас мужчина даже в бане парится, он закрытый где-то. И то в ролике показываем. Русская баня. Женщина нигде не показана. И при том, я вам говорю, уже ссылаясь на самое современное, это у мусульман. Мужчины нигде не связаны. Совершенно. Это даже никакого сравнения нет. И Писание об этом говорит. О сохранении ее. И она накрыла лицо свое с Иаком. А он какой идет, он какой был, такой идет. А Ребекка сразу накрыла лицо свое пологом. Но я не думаю, что он голый там ходил. Нет, конечно. Нет. А ему какая нужна была ходить голым-то? Никакой не было. Он не в реке был. А когда переплывали где-то, проще. А вполне мы понимаем, как человек в реке себя ведет. Разевается, плывет. А что такое одевайтесь прилично святым? То есть прилично святым, как прилично. Вот я считаю, даже расстегнутый человек неприлично. Почему? Масонская форма. Я до конца дошел. Вот они надевают костюм. Вот в костюме обязательно, чтобы нижняя пуговица была расстегнута. Я нашел устав у них. Устав. И он не имеет права... Дело в том, прилично. То есть есть понятие прилично, есть понятие неприлично, да? Но неприлично, как было принято, закрытое, все должно быть... Я сейчас попробую вам аналогию привести. Я в школе когда учился, и там вот люди делают какие-то дела. Я думаю, ну как-то нехорошо бы их делать. А мне говорят, ну знаешь, все, что естественно, а то не безобразно. Я думаю, ну вроде бы как да. Ну с одной стороны, это же естественно. Но с другой стороны, думаю, вроде как сказать нечего. И я вот думал, думал. И прошли годы, прошло время. А потом пришло время и пришло понимание. Понятие естественности извращено грехом. То, что естественно, к примеру, мне делают за столом, ну, и... Ну, кушать, к примеру, да? И есть... И как это... Оправление естественных надобностей. И это неестественно делать за столом. То есть, всякому делу, всякое место, да? Мы... Физиология у нас есть, Бог сотворил нас такими. Но мы одно дело делаем в одних местах, а другое дело делаем в других местах. И то есть, естественно, там, неестественно, здесь. То есть, ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, и я смотрю, думаю, ну извините, коль прилично, да? Есть понятие, прилично, неприлично. Вот здесь надо как бы рассмотреть. Прилично ли мне здесь присутствие вот в таком образе, да? И взять это, сделать так. Или неприлично? Я вам сказал, вы можете принять, можете не принять. Но я так хотел бы, чтобы вы услышали. То есть... Понимаете, прилично, допустим, женщина. Вот у нас даже в детском лагере. Мальчики в шортиках могут бегать, а девочки нет. Ну как? Самое вот это слово прилично как раз и входит. Девочки в юбках, но чтобы было ниже колен. Пришли в церкви, как прилично. Не больше, не выше 10 сантиметров от пола. Понимаете, везде должно быть благоразумие. Здравомыслие, благоразумие, не лиши нас, Господи. Вот почему, когда пришли к Антонию, братья между собой, они там рассуждали, и говорили, самое главное это молитва. А другой говорит, нет, без поста и молитва твоя никакая. А милости не творишь, еще толку-то в посте. Ну и сказали ему. Он говорит, вы рассудили правильно, но не это главное. А что, он говорит, рассудительность. Ну и ночью дураха молиться, лоб разобьет. Игнатий Тихонович, посмотрите. Я с человеком разговариваю, ну я смотрю, ну мы пошли с мужикаю в баню. Ну что, ну мужики все мужики, ну нормально, да. Но я смотрю так, ну мужик, а что здесь такого? А представьте, сейчас я введу в эту баню женщину, да. Пускай она будет одета, но посмотрите глазами женщины. Что, слушайте, ну нехорошо голые мужики кругом, да. И надо или выйти, или мужикам надо сказать, слушай, ты что сюда зашла, да. И когда мы смотрим все это, мы мужики. Мы смотрим, ну да, женщине надо сплать, чтобы у нее было там такое, там вот это, чтобы было прикрыто, там то, другое, третье. Ну, хорошо. Но когда, но мы смотрим с позиции мужчин. И когда мы смотрим, говорят, о, она хороша. Ну, она закрыта, она там то, другое сделала. Молодец. Но тогда надо посмотреть, а женщины-то тоже смотрят на мужчин. И мы когда смотрим, говорят, ну нормально, мальчик в шортах. Ну, это для мужиков нормально, мы как мужики смотрим. А для женщины она не совсем так. Вы подумайте, пожалуйста. А вот смотрите, вот правило какое. Вот у меня ни одной безрукавки нету. Ни одной нету. А почему нету? Потому что правило у нас за стол, безрукавки вы у нас не сядете. Никогда. А когда колокол ударил, ну задумался сейчас, в это время уже поздно бежать. У нас правило такое. Поздно бежать. Это считается отсутствием платочка. Теперь тебе придется бежать туда 200 метров, обратно. И поэтому, зная это, чтобы не промахнуть, я их ликвидировал все до одной. Вот я поясняю вам, чтобы понятно было. Дальше. У нас не принято, чтобы в церкви был, ну называется, свитер. Потому что свитер без пояса носится. А у нас поясок должен быть. Поэтому, если жемпер, застегивается как рубашка. Мы даже до этого и то доходили. И поэтому, а у меня очень хорошие были свитера, там, подаренные где-то. Я в один день собрал, кажется, рюкзака два, прямо, и все отнес в дом инвалидов. И раздал, все, больше я не попадусь никогда на этом. Правила. У нас в поясе надо быть. Только один дом потеряем, и второй только начал строиться. А обводяем. Я выхожу из бани, и первым делом под пояс скорее заправиться. Потому что она против, он может меня увидеть. Я никогда не появлюсь сейчас. Но я иду из бани. Я где-то видел у вас, что вы раздеты, а на головном теле пояс есть. Ясно говоря, было смешно немного. Но я поделюсь с вами, поделюсь по поводу пояса. Ну, поделись этим. То есть мы смотрим на обстановку, на время, все это учитываем. Тут прилично, тут и прилично. Тут было как раз. Вот я к одному сейчас вот просится поговорить. Но я его не вижу где, без глазка не разговариваю. Какой разговор? Я его не вижу, ни жестикуляции, ничего. Он подходит, ну видно, встал что-то сразу, пошел, лежу, он голый там в трусах. Я сразу, а почему вы так? А что особенного я? Ну вы же знаете, что вы просились на разговор. Серьезно. Я видел, я видел это. Видели, да. Я говорю, нет, он оделся и точно так же стал выискивать, где я. А вы шли из бани. Ну теперь скажи, я вам задам вопрос. Скажите, вы в своей бане моетесь где-то? Да нет. Значит, уже не попадаете в разряд. У меня баня рядом. Одеваться мне и потом в мокрую одежду, тут пройти там 50 шагов даже нету. И заново тут же сразу снимать, просушиться, чтобы надеть ее не мокрую-то. У меня возможности нет. Поэтому я иду в трусах. Все. А в это время, самый момент, который спрашивают интервью свои ребята. Ничего особенного об этом я и не вижу. Я ответил. Вы могли бы без трусов идти, но. И когда вы выложили на интернет, это уже нехорошо. Ну пускай смотрят. Еще показываем нашу свободу расследительность. Вы подумайте, пожалуйста. Я вас очень прошу, подумайте. Да-да. Хотел бы по поводу поясания сказать. Что поясания? Писание, там, припаяшь чесла свои, там, вот вы ссылаетесь. Да, я безусловно это вижу. Там написано, припаяшь чесла свои истинную. Это, можно сказать, прообразная. А по поводу, что такое припаяшь чесла свои, там написано, что с целью, что укрепи, укрепишь, ну как, по бедрам своим. То есть, это укрепление дает силу. Я человек, который, ну, служил много лет, находился на службе. И я, уходя на службу, я припая... Ну, то есть, ну как, военные припоясываются ремнем. Не узенькие, вот и узенькие ременья, что-то я не знаю, какую он силу там дает. Но я знаю, вот широкий, ну, офицерский ремень какой он, я не знаю, сантиметров пять, может, побольше он там, шириной. Вот когда я больной, то есть, я много лет ходил на службу, и вот больной, а бываешь, то здоровый, то приболел. А на службу, хочешь не хочешь, надо идти. И ты встаешь, когда, одеваешься, и все равно разбитый, думаешь, ну, тяжело все. Я стал что-то замечать. Еще до того, как увидел вашу передачу, вот это все это, когда я по чреснулся, я припоясываюсь, то есть, я стягиваю чесла свои поясом, вот этим ремнем, который стягивает бедра мои, вот эта, тазобедренная, я не знаю, вот эта часть. То я заметил, что как сила, как будто я как укрепляю, то есть, вот это вот разбитое состояние, оно уходит. Вот именно, когда я стягиваю чресла свои. Так вот, я, когда вы говорите о поясании, я смотрю, думаю, одно дело чресла стянуть, то есть, для укрепления, а другое дело, он, ну, как свободненько, так поясочек висит на талии. Это не укрепляет. Вот это в отношении поясов. Вот относительно поясов, давайте посмотрим. У нас легко сегодня договориться по любому вопросу, потому что у нас есть Святая Библия. Если один раз сказано, один свидетель, два раза это два свидетеля, а при двух или трех свидетелях всякое слово истина. Легко, если у вас нет поисковика, напишите. Сто два раза, сто два раза в полной Библии говорится о необходимости пояса носить. И носили. Я скажу дальше, кто носили, а они для нас пример. Сто два. А распоясанный только один раз. И это говорится о том, который хвалится. Не хвались, говорит, подпоясывающийся, как распоясывающийся. Ты только вышел на войну, рабцак, его Бог убил. Распоясывающийся хулиган. Христос был в поясе, да, в поясе. Так Писание говорит. Золотой пояс по персам. А ангелы с поясами, все до одного. Теперь перси это что? Это же бедра. Я сейчас закончу мысль. Разрешите, пожалуйста. Значит, Христос как абсолютный авторитет с поясом. И вопрос должен быть уже снятый. Но и слуги есть. На небе без пояса ни одного нету. Писание нам говорит это. Дальше. Пророки с поясами. Без пояса не было. Все они говорят. И даже Иоанн Креститель уже, что о нем говорит? И то пояс такой-то, даже у Иоанна Крестителя. Апостолы все с поясами. Все, аж как оно натянутое, шресло держит или нет. Мы увидим. Петр находится в темнице. Его казнить завтра будут. Ангел высвобождает его. Он не водит из тюрьмы, сначала подпояшься. Неужели нам это ничего не говорит? Дальше Агав приходит. Павел пришел. Там пояс верхний, видимо, снял. Он взял пояс, связал руки. Чей этот пояс? Он даже не знает. Вот его так свяжут по везду. То есть Павел с поясом был. И мы их без пояса не находим. Ни в армии, ни у монахов. Где дисциплина есть. Милиции, пояс. Везде. Маршал Жуков подпоясанный. Мы всех видим. Почему? Потому что это собранность. И теперь пророку Иеремии Бог говорит, купи пояс. Хороший пояс. Что он означает? Это близость к Богу. Это не просто символ. А теперь его иди зарой. Зарыл. Иди выкопай. Ни к чему не годен. Так и человек, удаляющийся от Бога. Не только припаящийся истины. Но это символ близости к Богу. И это как раз показывает собранность. И мы ввели. Значит, в лагере с поясом. Бывают лагерные деревенские уставы. Да в чем-то разница. Церковные даже разница. Здесь церковь с поясом. Деревенский устав с поясом. Лагерный с поясом. Почему? Потому что все говорит. И дальше мы увидели, как противоречат люди, которые бывали даже деревенские. Обыкновенная веревочка там или ремешок. Но противление невозможное. Вот он хороший человек. Приезжает баптист. Совсем согласен. Надень пояс. Подошел к храму. Не наденет. Не вжись. А это упрямство. У нас вот с Украины здесь были. А они хохлы, как называют наши. Распоясанные. И вот он. Ну все с нами согласен. Все. То надень пояс. Нет. И он из этого, из одного пояса может врагом сделать. И мы поняли. Это не просто веревочка. Это противление Божьему становлению. Наденьте пояс. Прямо сразу наденьте и наносите. Я понял вашу позицию. Посмотрите. Вот есть. Вам знакомо слово профанация? Ну конечно. Я думаю, что я вижу. Ну как бы она даже. То есть одно из делов сущность, что стягивает поясом. То есть для укрепления. А другое дело профанация. Ну так это. Поэтому вот пояса вы говорите. Там то, то, те, те, те. Иоанн Креститель имел. Там написано пояс. Но пояс какой? Я говорю. Пояс просто так. Ну. Когда он просто на животике висит. Это профанация, я так понимаю. Ну ладно. Я сейчас пока не буду это обговаривать. Я вам сейчас. То, что вы сейчас привели пример. Хороший пример. Пророк Агав. Взял пояс Павла. А как он взял? Он что, с него снял его? Никак. То есть пояс Павла он лежал, по всей видимости. Это внешний пояс. Внешний. Кушак. Оружие, говорит, припаяшься в стане. Он с поясом. А это пояс, на котором пистолет висит. Ноган. Тут надо глубже смотреть. И без пояса ни один монах никогда не ходил. И в армии он нам не нужен. Какой пояс не имеет значения? Пояс. Хоть ты как объясняй, но ты без пояса. Ты без пояса и все. Даже у тебя ниточка, ты специально припаясал. А ты в поясе. Так как истина. Это сугубо ваше право. Я ее не протестую. Хотите, это ваше как бы... Если делаете, ну, делаете как бы это... Во всяком случае, я не скажу, это не грех. Хотите, приняли за себя, в том и пребываете. Просто я хотел сказать, поделиться, что пояс – это припаясывание, что стягиваем число для укрепления. Это центральная мысль. Нет, нет, никакого укрепления. Вы заметьте, откройте картины даже. Я обращусь уже к художественным произведениям. Репина, Поленова, Сурикова. Везде сидят, где мужики. И ребятишки в бабки играют. Все до одного в поясе. Это немецкая форма заправлять брюхи. Ты русский человек. Ладно, забыли. Библию мы не признаем. Русские обычно соблюдайте. Не имеет значения, какой пояс. Ну, как Библию не признаем? Библию признаем. Я говорю, к примеру, кто не признает. Я не с вами разговариваю, а другим. Русский человек без пояса не был. Есть выражение «распоясавшийся». И только отрицательный негативный смысл. Поэтому вопрос о поясе даже и разговаривать не надо. Весь мир, вот заметьте, мы проехали всюду, везде, по всему миру проехали. Я не встретил практически ни одного человека, что был в поясе. С бородой встречал. Нету женщин. Вот сидят все без платков. И даже в царское время, показано, царисы сидят без платков. Царские дочери, значит, платок очень много, значит. Я нашел это только у мусульман. Вот чтобы человек, который, ну, длинное платье есть. Вот она по полу, а грудь открыта. Вот так. Да из того, кто на полу у нее там тянется этот шлейф, можно пять раз бы плечи закрыть. Нет. Тут все надо смотреть глубже. Ну, здесь уже обольщение. Здесь уже цель обольщения. Хорошо. Вот у нас принято так. Пуговица должна быть верхняя застегнута. Но когда ты обедаешь, на ночь ты можешь убрать. Я в армии видел, как одного наказали. В мое время, когда я служил в 60-е годы. За расстегнутую пуговицу в наряд вне очереди. А у меня была застегнута. Но я понял, это важно. И по сегодняшний день я ее не расстегнул. Я никогда не любил, чтобы дважды, кажется, на хвост наступали в одном месте. Я учусь на примере других. Почему? Ну, это порядок, это устав. Это устав. И поэтому никогда, нигде у меня ни один человек не видел расстегнут. И теперь, допустим, президент. Он в галстуке. Гитлер в галстуке. Это масонский знак, удавка. Но как только галстук снял, он обязан расстегнуться. И стоит вот так вот. И передача, которая там, все до одного. И если ты видел, что он не застегнутый, не застегнутый, это их компания. Вот одна пуговица. Я когда стал смотреть, вот костюм, какой бы ни носил, обязательно ниже пуговица, я говорю, обязательно. Они показывают устав. Масоны. Это масонский знак. И написано. Гидар Алиев без галстука. Статья такая. Почему? Без галстука. Теперь он не обязан выполнять государственное что-то. Может, свободно говорить. Галстук обязывает его быть. Вот сидят они там, ну, зарубежные, американские, Обама. Все до одного в галстуках. И показывают Гитлера. И немецкие офицеры в галстуках. Это одно. Те в обществе Туле. А эти в обществе Резенкрейсеров. Это все масонство. Тут надо дальше смотреть. Это не просто пуговка расстегнута. Это твоя принадлежность чему-то. А у нас в храме не зайдет, чтобы была расстегнута. Выходит, сразу расстегивает. И выдавит? Нет. Почему расстегивает? Что он не может объяснить? Я вижу, у него не согласен по другим вопросам. Вот у нас не принято, чтобы погонщики были гражданские. Но у нас имеют право... Никита, говорили, что с погонщиками, не с погонщиками. Там как-то проверяли. Да, да, да. Вот убрать. Почему? Я думаю, что это почему такой вопрос. Я поставлю попутно. Но у нас, мы оговариваемся. У нас в общине три человека имеют право носить погоны. Военные. Он не может зайти, но внутри храма стоять, молиться не может. Если он просто милиционер зашел, может. А если член общины, не может. Не может. Зачем? Надень церковную форму. Нам тут милиционер-то зачем? А то выйдешь тут, переоденься тогда, надевай форму. Правила наши, наш дресс-код. Я попробую ситуацию такую нарисовать. Но вы к нам пришли с погонами, допустим. Вы войдете. Я, к примеру, ваш участковый. Я, к примеру, ваш участковый. Живу у вас. Но вы придете, пожалуйста. Я говорю о членах общины во время богослужения. Я захожу к вам. Я верующий человек. Я хочу помолиться в храм. Мне говорят, слушай, ты здесь в форме зашел. Нет, нет. У нас заходят здесь и прокуроры, приезжает и милиция. Генерал-майор приехал по теряйку в погонах, стоял на богослужении. Я, к примеру, говорю. Мы ни слова не скажем. Но если он говорит, я хочу быть членом общины, мы ему скажем, ты остаешься на своей должности, носи. Но в храм заходить будешь в гражданской. Потому что ты теперь член общины. А вот такой вопрос. Он член, ну я как бы дачу, проекцию такую. Да. Он является членом общины. В тот же момент он носит, то есть он находится в призвании. И здесь будет членом общества общины, находясь в призвании. На воскресный день. То есть они работают, у них же ненормированный рабочий день, да? Да. У многих. И он в воскресный день, потому что, находясь на службе, он приходит. Но будучи членом общины, в форме, вы его не пустите в храм? Пустим. У нас все по рассудительности. Потому что он сегодня при должности. Все, вопросов нет. У нас все благоразумно. Говорят, а у вас что, в сапогах все ходят на меня? Я говорю, ходят. Потому что резиновые большие сапоги, и коровам, когда идет, там навоз. А остальные нет. А вот у вас женщины из брюках, вы их выводите из храма? Я говорю, никогда не выводили. А почему? Потому что мы их не запустим. Ну, понятно. У нас вот приезжает она в лагерь, приехала. Ну, комиссия приехала. И они уже знают, милиции в брюках ни одного нету. Они уже сразу надевают юбки. Милиция. А в погонах заходят. Я видел, как бы одевали там, кто-то приезжал к вам. Да, юбки дадим им. У нас в храм приехали, ну, новые люди, бывшие потеряльские. Мы платки дали им, они также одели. Приехал наш архиерей. Ну, наш, я его называю, патриарший уже здесь. И с ним эти певцы, девчонки, мы их сразу в отдельный дом. Они все переоделись, как наши стоят. А то еще не взяли. Я видел, как они... Все. Они, как голубейцы, нежные стоят. Это наш дресс-код. И мы его не нарушаем. У нас дисциплина. Почему? Об этом говорит Иоанн Златову. Сначала наведи порядок, потом веди богослужение. Оно дороже богослужения. Василий Великий. Это слово Великий. За 20 столетия только 17 человек удостоились этого. Чтоб церковь назвала там Иоанники Великий, Пахоми Великий. И вот он об этом много говорит. Пришел к нему, в то время был еретик, император Валент. И пришел на самый шумный праздник, богоявление, когда воду разливает, там, крещение. И он сказал, такого порядка я и у себя нигде не видел. И царица Савская-то подметила у Соломона. Как чинно. Все знают, что делать. У нас именно порядок. Он всем нравится. Это церковный порядок. И вот стоят архимандриты у нас, переписывают устав. И ни один не выполнил нигде ни разу. Почему? А другие его гнобят. А мы свободные. Ну а сейчас бы пришел вам архиерей и сказал, убрать. Не получится. Он не скажет. Как говорится, другая аура. Он только приходит к нам, он все делает, как есть. Мы ему архиерею говорим, ты почему так крестишь, как патриарх, куда-то руку суешь в карман. Вот должен быть крест ровный. Положи на чрево, не здесь, а вот сверху куда. У нас архиерей крестится, как положено. И он обиделся. Нет, но я ему сказал это, когда он у батюшки дома был. Я говорю, у нас молятся вот так в храме. Иначе любой ребенок подойдет и скажет, дяденька, ты неправильно. Почему? Нам не надо бесовщину в храме. Небрежному маханию руки бесы радуются, говорит Иоанн Златоуз. Нам зачем бесов сюда приглашать? И архиерей у нас, он даже никогда не делал так, и гляжу. Понятно как? И мы его не оскорбили, не обидели, и он не обиделся. Поэтому наша община в данном случае... Он принимает как бы крестное... Понимаешь, что вы правы. Крестное знамение вот это принимает. Да. И он понимает, что... Раз ему говорят неправильно, то есть он понимает, что есть неправильно. Вот смотрите. А... Ну, ну, ну. У нас не положено, чтобы бритые были. Порчина борода. Но с архиереем приехал, приехали там семинаристы, они их заставляют. Заставляют. Я могу сказать, так, Владыка, вы заходите, а бритых мы не пускаем. Вот здесь мы показываем экономию. У нас это слово нелюбимое. Но здесь показываем. Я подчиняюсь, он приехал, и он хозяйничает здесь. Но мы ему сказали, Владыка, вас не будет, мы их за порог не пустим. А они только с вами. Вы их пропустили, не мы. То есть мы везде очень осторожны. Оригинальное приложение ответственности. Вот говорят, а у вас может быть членом общины вашей, который трижи не погружен был. Ни одного нету. А как же архиереем крапленый? Мы признаем его благодатность. Если он с нами будет, мы будем все время говорить ему, Владыка, примите истинное крещение. Что значит благодатность? Это означает таинственное, так по-нашему сказать, дар таинственный для отпущения грехов. Там, властью данная мне от Бога разрешаешься. Вот я вчера причастник был, в субботу были мы на исповеди. Священник эти слова говорит. Это означает, благодать через него идет в таинствах. Он может вещать, крещение преподать. Священник такой же, как епископ. Но он только не может рукополагать никого. Вот одним только отвечается. Епископ – это матка в улье пчел. И он приезжает, а мне говорят, так он же непогруженный. Знаю. И вы считаете, он благодатный. Да, посчитаю. Некоторое мистическое представление, я смотрю у вас как-то так. Я как-то в писании такого не совсем нахожу. Смотрите, там написано «Тайность благочестия сия велика». Об одном, о другом, о третьем. Но написано так же, что «Любящим Бога знание дано от Него». Что суть? Для того, что тайна, она для внешних, для внутренних она не тайна. Нет, это неправильно. Неправильное толкование даете. Тайна, принадлежащая благочестию, что Христос явился во плоти. Там вы это Тимофея берете. Я говорю. Послание Тимофею. Явился во плоти. Тайна благочестия велика. То есть открылась только святым Его, которые живут благочестиво и ожидали Его. Ну, Петр, он спрашивает, за кого ты меня почитаешь? Да. Он говорит, ты сын Бога живого. Он говорит, не плоти кровь тебе открыли. Ну, тайна открыта была ему. Ну, а тайна благочестиво живущим еще. Тайна благочестия. Тайна благочестия. А это, закрыта, это тайна нечестия. А нам эта тайна, что Он воплотился, а им не открыта вообще. Нам открыта эта тайна, в которую ангелы желали проникнуть. Они пели хвалу Ему, свят, 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 Господь Савов, пели, может быть, пять миллионов лет. Написано. Но они Его не видели. Они впервые увидели лежащего в яслях Его. И Бог явил Себя, говорит, показал Себя ангелам. Показал. Они Его не видели до этого. Это тайна, что Бог, вот, тайна не открыта мусульманам. Два миллиарда. А сколько их мусульман было за 1300 лет и не открыта никому. И поэтому Сатана заблокировал. Кто уйдет из мусульманства, христианства, резать голову, это дьявол делает. Он человекоубийца. И поэтому все остальное, от кого это будет? Когда Сатана так, самое агрессивное против христианства, это мусульманство. Не просто как-то, смертельно. И поэтому кто из них переходит в православие, там, или христианство, это герои веры. Готовые мученики. Я как-то, я отважился, или как назвать Его Богом. Я осмелилась. Я осмелилась. Жена министра Пакистана, она была оставлена, и она обратилась к Богу и написала книгу. Балкист или как? Белкист. 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 Вот так. Ну, найдите, зарядите, почитайте. Я осмелилась назвать Его отцом. Отцом. Отцом, да. О Боге. Как она обратилась к христианству через нее, и как она бежала с Пакистана документально. Это герои веры. Мы говорим, да, ну, это тогда, понимаете, как это, как-то вроде идет, у вас какое-то двоемыслие, вы двоемыслие. Я говорю, почему у меня двоемыслие? У меня троемыслие. А почему? Вот приезжает игумен. У вас, понимаете, иконы старинные, и эти новые, которые сейчас везде в церкви продают. Как-то нет такой целостности в вас. Целостность, значит, ничего больше не признаю. А у нас так, молятся, как принято было князем Владимиром, двуперстия. А другие молятся, которые пришли, так молятся. Троеперстия, как с никона было. У нас совершенно свободно. Почему? Я, Златоуст говорил, первые христиане изображали крестное знамение одним перстом. А как правильно? Я отвечаю, в том и в другом есть элемент ереси. А как правильно? Правильно вот как. А видел, это видел, чтобы... Пять раз, потому что вещественный крест. Я нигде это не считал. Я просто на молитву, я получил это откровение. И ни один священник не опровергнул. Никто. Потому что крест вещественный, а божество бесстрастное. И страдал человек, но не Бог. Да я здесь попутно. Вы пока говорите, а я за себе это помечаю. Получается, что хотел спросить Василия Великий, в чем величие было. Мы маленько ушли. Ну, я как бы назад отматываю. Василия Великого, понимаете, вот, ему нельзя сравнивать с Сианом Златоустом, хотя жил раньше. И слово Великий присвоило ему церковь, не я. Но вы можете меня только спросить, а вы согласны с этим? Понимаете, я никогда... Ну, давайте так, надо спросить. Вы согласны с этим? Понимаете, это для меня может быть искушением. Я не согласен, но я принимаю. Вот посты у нас... А-да я не буду. Я сейчас попробую. Так, дорогой Олег, я сейчас закончу мысль. Смотрите, я создатель, начальник детского лагеря. Лагерь необычный, трудовой. Там могут родители пребывать, бабы, деды вместе с ними. И, может быть, один, другой, третий срок. То есть у нас 18 параметров, которых в других лагерях нету. Он уникальнейший лагерь. Но и там всюду подвижка. Даже вот что-то уже принято, всё. Меняется обстановка, и мы сразу вносим поправку. Понимаете, вот я простенько такое хочу сказать. Вот в лагере у нас это разрешается. В деревне не разрешается. И мы сразу обусловили это. Вот, допустим, в деревне нельзя ходить девочкам без платочки. Ну, одна там забунтовала, разбилась, и она сняла с них. И они в деревне. Их все останавливать нельзя. Зайдите домой. Дошло дело до милиции. Милиция приехала. Милиция разбиралась даже. Потому что она нарушает устав. Мы этого не можем... А они жители деревни? Она житель в деревне. Но она после этого развелась с мужем, семь детей. Семь детей развелась. Была бы христианка хорошая. И выехала оттуда. Милиция приехала. И говорят ей, вы делайте все-таки, как у них положено. Мы сказали, мы не позволим. Но что делать? Они выходят. Почему? Рядом я сохранил дерево. Потому что мы первые поселились. И дерево прямо напротив их. И там разные кащели. И они выходят. Им надо кащаться. Но это за оградой. Тогда я пошел к батюшке, к старости, и говорю, давайте мы сделаем так. Эту территорию дерево, которое называется как бы под Маморийским дубом. Отнесем к ним. Огородим ее и к ним туда включим. Мы не нарушили устав, и они не будут нарушать, когда будут выбегать. Но согласились. Мы сразу срочно столбы поставили, загородили. Поставили, чтобы красное, чтобы никто не стукнулся. И так и стоит. И все. Они теперь кащаются. Устав соблюден. И она больше ничего не может сделать. Я не знаю, с чем связано. Она выехала оттуда. Понимаете, как надо гибко смотреть на все это. Мы ничего не нарушили. Устав не был нарушен. Но мы имеем право эту территорию отнести к ним в частный сектор. К ним. К их дому. Видите, гибкая какая должна быть теория. Сложное положение в общине. Я здесь где-то что-то понимаю, что-то не совсем понимаю. Я говорю, я в доме, по дому устройству своему. Ну, грубо говоря, это сильно утрировано. Я вот мелом для домашних своих проведу, скажу. Вот чтобы все ходили по этому, ну, по этой черте. И чтобы не вступали. То есть это дому устройства. Отец сказал, должны исполнять. Так, а Василию Великом. Олег, извините, я закончу. А Василию Великом. Так вот, я сказал о том, что у нас в лагере пост не нарушается. Даже во время поста, еще в среду-пятницу растительное масло нельзя. А пост Петров, он не евангельский пост. Он пришел спустя пять столетий, примерно, там пять с половиной столетий. Но я православный, все вопросы снимаются. Я его исполняю, но у меня нет к нему расположения. Почему? Я привез детей. 12 июля некоторые уезжают домой, молока не покушали. А у нас сливки. Тут все молочное. Я не имею права нарушить. Я против поста. Теперь я молюсь уже о самом себе. Я искушаюсь. Господи, дай мне любовь к этим постам. И теперь я стараюсь рыбы, халвы покупать, чтобы дети даже не почувствовали это. Чтобы восполнить. Поэтому мы православные, мы зажатые какими-то заложники, как говорят, системы. Но в этом я нахожу свободу. Любящая церковь наша православная установила посты. И вопрос снятый. Снятый. Я православный, я принимаю все, что там есть. Я попробую сейчас по этому вопросу сказать. Когда я спросил про Россию Великого, вы говорите, ну я бы как это, он бы не признал. Ну раз церковь признает, ну мне как бы я принимаю это. Потому что. И тоже сейчас в отношении постов. Но они не евангельские. Вы правильно говорите. Так оно и есть. Вы диетуете. Но это какое-то тоже воспитание плоти. Потому что как бы про образ, когда вот написано, что народ израильский 40 лет по пустыне водил, манно их кормил. Она была такая приятная. Там все написано. Я говорю, вы пробовали одну и ту же пищу есть каждый день. Даже самое вкусное. Что вы любите? Самое любимое. Давайте я вас буду каждый день кормить. Вы потом отвращаться от нее начнете. Ну как? Ну, очень скоро довольно-таки. Она вот здесь встанет. Скажите, хочу травки поесть. Даже любите мясо? Ешьте мясо. Я буду каждый день вас кормить. Но потом вы взмолитесь на меня. Скажите, дай мне травы поесть какой-нибудь. Но это сложно. Я так думаю, Бог как раз хотел их водил. Не просто пищей манной кормил. Он им, наверное, хотел, может быть, хотел показать, что, помимо того, что он заботится о них, он им еще хотел показать, чтобы у них правильное отношение было. Что пища для человека, а не человек для пищи. То есть ты ешь, чтобы насытиться и не умереть. А не сделать пищу, ну, такой вот, ну, чтобы как бы только облажаться ей, что вот как гурман есть. Ой, так. Он не то, чтобы наесться, только чтобы вкус такой вкусный почувствовать. Ну, хотя если кто-нибудь покушает вкусное, почему? Это не запрещено. Но вернусь опять к Василию Великому. Извините, отвлекся тут чуть-чуть. Василий Великому. То есть вы говорите, ну, хотя бы я не думал так, но вот церковь признала. Это я, то есть вынужденно с ней соглашаюсь. Я здесь как-то вот с этой позиции, ну, хотел бы, ну, не то что оспорить, хотел бы рассудить чуть-чуть. Вы говорите, что рассуждение присутствует везде. Я вижу, что где-то действительно есть, а где-то смотрю как-то не совсем. Знакомый для Вас есть Иван Ахлобыстин, наверное, да? Не безызвестный для всех. Иван Ахлобыстин. Ну, клоун, клоун. Бывший там, ну, человек такой. Я смотрел его интервью с Познером такой, Владимир Познер есть такой. Да, знаю, знаю. Хитрый. Очень умный мужик. Я это, что... И вот они и беседуют. И он говорит, Иван, ну, вот, вы там в фильме снимались, а вот здесь вот вы как бы... Как-то там оборот такой речи, я не могу полностью воспроизвести. Вы говорите, что вы... Ну, как вы, то есть, или отстранились от священства, или вышли из состава как-то вот священства, чтобы не было поношения на церковь там и прочее. Ну, как он. Ну, да. Он говорит, ну, вы так говорите. А вот патриарх там какой-то, ну. Говорится все по-другому. Он говорит, что это не вы, а о, это его воля. А хлопыскный так помолчал, говорит. И он поздно его спрашивает. Так вот, вы говорите, что это вы, а он говорит, что это он. Так кто говорит неправду? Он говорит, что неправду? Или вы говорите неправду, что это ваше изъявление? Он посидел, помолчал, а потом и говорит такие слова. Ну, раз он говорит, что это его, значит, его, значит, я вру. Ну, как? Я думаю, интересный подход. Дальше он поясняет, говорит, такие слова прозвучали. Дословно опять не могу произнести, говорю только форму. Примерно звучало так. Я надеюсь, что я правильно понял его слова, чтобы не исказить, чтобы не оказаться виновным против, что я говорю не то, как это. Что тогда, когда я принимал сан или священство, то есть, ну, посвящение там или не знаю, как это происходит, было сказано, что повиновение, что и что должен повиноваться, то есть, признавать вот эту еврохическую систему и полностью повиноваться. Как скажут, так и будет. То есть, получается, что без рассуждения. Сказали вот так, виноват, значит, виноват. Виноват, не виноват, это уже. Сказали не виноват, значит, не виноват. Делать так, то есть, без рассуждения абсолютно. Я смотрю, думаю, очень интересный подход. И он говорит, так кто же все-таки обманул в этом случае? Ну, если он говорит, что это его решение, значит, я обманул. То есть, я обманул. Я смотрю, думаю, очень оригинальный подход. Вот в данный момент, когда касается дела Василия Великого, я говорю, вы говорите, ну, там же приняли, а я вот так не считаю, как бы. Ну, я считаю, согласен принять, потому что они там посчитали. Ну, слушайте, как-то вот подход какой-то не совсем адекватный такой. Когда апостол Пётр написано, ну, в принципе, считается, что апостол Пётр – это один из высших, и высший апостол. И когда Пётр, написано, лицемерил, вначале таился от иудеев, что кушал с язычниками, и Варнава там был увлечён. И апостол Павел, говорит, увидел, что поступает непрямо поистине евангельской, и он говорил ему, выговорил ему, что ты, будучи иудеем, так и так учишь язычников жить, а здесь уклоняешься, здесь как-то ты нечестно поступаешь. И был обречаем, хотя бы высший был апостол. То есть, получается, Павел вроде как пониже был его, если так вот с человеческой позиции смотреть, хотя они равные среди равных, по сути, были. Я не вижу, чтобы Бог, чтобы Христос взял и поднял одного, и другого взял, он его молил. Нету такого, я не вижу в Писании. Вот, но, то есть, ситуация, признание или не признание должно соразмеряться в соответствии со Словом Божьим. Признавать это или не признавать? Вот я вижу иногда, люди говорят там, ну, не в обиду вам, не в обиду там православию, там, или другим, вообще, людям. Другие динаминации какие-то, конфессии, я не знаю как. Я говорю, вот если вы христиане, то хваляющийся, хвалить Богом написано. Не собой, не своим движением. Проповедуя, проповедуйте Христа. А когда говорят, а вот, а мы проповедуем, как только вы стали проповедовать православие, вы отошли от Бога. Как вы стали проповедовать баптизм, например, у вас, вы тоже отошли от Бога. А вы подумайте, проповедь братства не спасает, проповедь Христа спасает, Христос спасает. Не проповедь своих движений, убеждений-то каких-то. Проповедуйте Христа, и при том распятого, и будет хорошо вам, благо. Вот. То есть, вот эта вот позиция, хотелось бы, чтобы быть услышанным. Я слышу, по порядку отвечать буду вам сейчас. Ахлобыстин, не прав ни он, ни патриарх. Я там уже сказать, почему. Потому что актеры, они паяцы, и все говорится о том, что никогда ни один из них не может быть христианином, даже не священником, если он не оставит своей этой должности. Это каноны есть на это. И если священник должен, будущий священник, или когда рукополагает жениться, она обязательно должна быть девственница. Делается одно исключение. Что если она девственница и актриса, то нельзя его священники ставить. Ну надо же делать. Церковь сделала различие, мне не надо различать. Почему? А это приравнивается. То почему они назывались в то время другими словами-то? Не как-то, а позоричная. У нас, говорит, артистка, а там, говорит, и позоричная была с ним. Видите, слово-слово позор для нас все-таки сохранилось это значение. Теперь о Василии Великом. Значит, Ахлобыстин, он должен быть без священного сана. Не просто я на время его прекратил. Как прекратил он, священник или не священник? Никаких нету, что я ушел в запас, а потом буду. Нет, если в запас ушел, даже пока его не извергли с сана, он должен соблюдать все, что положено. Патриархия рукоположила его беззаконно, кривляку. Но вы пошли к нему наиспоить? Никогда. Под благословение, как лобыстинное, я никогда не подойду. Шут Гороховый. Это все ложное было. Дальше Василий Великий. Почему я не сказал? Вот что я согласен. Это мое личное мнение. Я на первом месте ставлю евангельские принципы. А у него многое, что он говорил о монашестве, совершенно не взятое из Евангелия. И поэтому этим словом, высокий, как святейший, я не могу его опровергать, потому что церковь приняла. Но я не буду говорить, что Василий никто не знает. Я должен показать Василий. Если я говорил Иоанн, я поставлю Златоуст, чтобы знали, о ком я говорю. К словам-то тут уже нельзя будет привязаться. А вы его признаете великим? Во-первых, я не все знаю из его жизни, не все описано там. Но он многое сделал для церкви, для сохранения истины. И церковь в борьбе с еретиками признала одним из самых величайших его. И мне нет основания опровергать это. Дальше. Вот сказал я сейчас об этом. А как вы-то считаете? А вот этот и архиерей так сказал по слову Божию. Я нигде ни разу в этой системе, находясь, не согласился, что звание должно быть святейшее. Я недавно объяснял. Нам дано только свят. Будьте святы. А о Боге говорится. Ну, есть превосходная степень святее. И святейший, это превосходная степень. Святейший называется только место... Я видел, смотрел, где вы это произвели. Вера святейшая, Иуда говорит. И святейшее место, на котором храм и сам храм. Все, больше нет. И поэтому святейший, приложение к человеку, это незаконно. И поэтому я просто пишу патриарх. Патриарх, как отец. И поэтому мы должны везде на первое место рассудительность поставить. И не какой-то там двойной стандарт у меня или чего-то. Я сам стараюсь в это дело проникнуть. А теперь мы били за русский язык, чтобы на русском языке вести богослужение. Но у нас была своя программа. Нам ни под каким видом ни Синод не дал одобрения, ни архиерей. На три года запретил разговаривать. Но мы просили только все, что у нас в богослужении из Библии взято. Это псалтырное чтение, Евангелие, послание, деяние и по Риме. И по Риме, то есть Ветхозаведение. Все. Синодальный перевод. Это одобрено уже Синодом было. Все. Не разрешили. Но три года прошло. Мы сказали, 25 мая мы будем считать так. И архиерей с нами согласился. И теперь приезжает архиерей. И так и пошло у нас. А теперь вчера у нас, как раз вчера на собрании Сергей Пупков. Он ведет занятие. И говорит нашему отцу Акиму. Ну почему-то все не на русском языке. Батюшка разъяснил и говорит, я вам не советую. После него я выступил. Я сторонник абсолютного русского языка. Но дальше идти нельзя. Дальше только рубиловка начинается. Мы прошли золотой середины. Больше половины на русском языке. Ну ты в другие храмы, кроме нашего, будешь ходить. Ты должен понимать маленько-то. Там пока нету даже ни слова по-русски-то. Поэтому изучайте немного. А остальные службы-то мы знаем. То есть везде благоразумие на первом месте. Рассудительность. Почему и говорит, благоразумие, рассудительность и не лиши меня. Не лиши. Нельзя. Говорит, отрубил и все. Я проповедую Христа, православия тут ни при чем. Православие это и есть христианство. И поэтому, говоря о православии, мы имеем в виду не свечки, а истинную веру во Христа Иисуса. Без еретических ариев, несториев, свидетелей Иеговы. Тут о баптистах. Баптисты проповедуются, если они правильно о Христе, они о Христе и говорят. И говорят от своего названия, что надо взрослых крестить. Они говорят согласно того, что они понимают. Тут игра слов может быть у нас. И поэтому мы говорим, если о православии, что именно? Когда отстаивали учение о Троице. Слово Троице нету. В Библии нету. Но, однако, мы постоянно повторяем его. Но это как некоторое сленговое название, или как это сказать еще? Ну, не авиатурное, а что-то как. То есть, запретенное, приобретенное, обозначающее нечто по договоренности, будем так говорить. А буквально, если слова нет такого Троицы, конечно. Нету. Я говорил самое удивительное, что адвентисты седьмого дня, не имея понятия о Троице, и вдруг недавно ввели его у себя. Полностью приняли... С этим я не помню. От вас только узнал, что услышал, что такое. Что-то вот я как-то не слышу такого. Может быть, если когда-нибудь узнают... Это вообще чудо. Чудес. Я считаю, высшее чудо, которое среди сектантов было. И я на эту тему говорю. И сегодня ночью мне сбросили речь митрополита одного. Митрополита очень известного. И он говорит, как будто слово в слово, что я говорю. Мне неоднократно сбрасывали это. И говорит, что никаких конфессий, никаких церквей нет. Церковь единая. Мы можем им сказать, что вы называетесь христианами по своей организации. То есть показывает, каким путем можно сказать. А говорят, что разная церковь. Нет церквей, церковь одна. Христос говорит, я создам церковь. И церковь это та, которая имеет рукоположение от апостольских времен. Минут. Я... Здесь невозможно, может быть, все как бы это осветить. Так вот. По поводу того, что Василий Великий опять чуть-чуть назад вернулся. Ну, полшага сколько-то назад. Писание говорит так. Ну, это Ветхий Завет. Я знаю, что... Я надеюсь, что вы знаете, как бы... Не потому, что я подвергаю сомнению. Потому, что я вижу, что вы говорите, как вы говорите. Там написано так. Если согрешит праведник хотя бы лишь в одном, то не вспоминяется праведность его. То есть, какой... Он шел, шел, хорошо шел, хорошо шел. Раз. И все. И упал. То есть, все. Извините. Все ваше, что у вас было хорошее, оно все пропало. То есть, поэтому здесь Великий, Невеликий. Здесь, как это... Предоставьте... Павел говорит такие чудные слова. Говорит. Для меня мало значит, как думаете обо мне вы. Я и сам о себе не думаю. Но тем не... Хотя ничего за собой не знаю, но тем не оправдываю. Судья же мне Христос. То есть, он говорит. Я сам... Я не знаю, что вы... То есть, ну, я вижу, что все-таки по тексту, там, скорее всего, они о нем хорошо говорили. А он их как бы в разум... Говорит. Мало значит для меня, что вы говорите обо мне хорошо. Я и сам о себе не сужу. Хотя за собой ничего не знаю. То есть, ну, как... Что... Но это еще не является моим оправданием. Господь, как обо мне судит, вот так пусть будет. То есть, скажешь, что он Великий, да. Ну, скажешь. Ну, большим будет, ну, ничего. Малым, значит, малым. Что мы друг друга как бы звание раздавим. Ой, ты хороший, да. Вот, молодец, ты покушал сегодня. Но если бы я не покушал, я бы помер в среднеел. Понимаете, а вы закончили? Так вот, слово Великий относится к людям Писание. Поэтому может оно применяться. Откровение 14-18. Это... Нет, 13-16. 13-16. Называется так. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело великим. Ну, так это Великий кто это? В глазах людей только Великий. А у людей как? Ну, мы можем прочитать другое место. Матфея 5-19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Не только у людей, но и у Бога. А Василий Великий... Но это Господь же будет нарекать, да? Не от человека, как бы. Не Господь будет нарекать, а наречется. То есть это вообще известно. Вот это слово надо тоже понимать, как и назовут его, или назовется Христом, Иисусом. А почему ему тогда, когда написано Эммануил, Эммануил с нами Бог и наречется? Тут надо понимать, наречется или ты его наречешь? Слово Великий, Великий. Церковь применительно к этим людям сказали, что они выделяются из числа тех людей и сделали большой вклад в это дело. Так что это слово, ну нельзя считать поносительным или как. Я говорю конкретно о Василии Великом. Что у него очень сильная защита именно монашества. Не на проповедь, а на монашество. А это явно не сходится со священным писанием. Вот как. Вот Игнатия Бричанинова признают. Ну, там вот, его недавно канонизировали. Я помню даже, когда канонизация была. Я его даже не считаю духовно рожденным свыше. Но я его считаю святым. А как же так может быть? Ну, я тебе сказал дальше, это что-то конца края, говорю, спора не будет. Есть вещи, которые рассматривать нужно с двух позиций. В обыкновенной обстановке и обстановка, когда она меняется. Тогда как раз. Вот вы сказали о Петре и Павле. Ну, внешне смотреть. Но я маленько отступлюсь потом. Вернусь к этому стиху, к Матфею. Это хороший сильно стих. Вот. Так вот там, где Павел противостал Петру. Иоанн Златоус рассматривает. Вот теперь стало все на место. Он ел, говорит, вместе с язычниками. А когда пришли евреи, там еще он стал таиться, чтобы не подать соблазну. И тогда Павел восстал. Ты, будущее, и дальше говорится. Что это означает? Понимаете, Петр, и он не понимал, что это лицемерие. Понимал. И лицемерия не было. А почему? Иоанн Златоус говорит так. Это два вола. Петр и Павел. Они на одной пашне. Тянут один плуг. Ну, давайте мы одного свалим. Петр не давал. Другой потянет. И вот как было. Я в своей практике, мне приходилось так делать. Я это поверил абсолютно. Что он приходит и говорит. Вот есть евреи, которые считают, что язычники обратились они, но они все равно не скверные, с ними есть нельзя. Давай-ка так сделаем. Как бы. Петру говорит Павел. Ты вот, это Петр как бы Павлу говорит. Я буду делать так, а ты при всех меня обличи. И они меня сильно почитают. Но если я как их вождь, их фюрер, я попящийся назад, то и другие перестанут сопротивляться. И они это сделали. Не потому что Петр не понимал. Потому что по-другому нельзя было. Вот братья видят Арсений Великий, Арсений Великий. Нужно сказать, только один человек такой был. Вы знаете его? Слышали? Нет, не слышал. Когда империя готовилась разделиться на две части, восточную и западную, то в это время император Юстиниан был. Он решил, да кажется он был в это время-то, он решил подготовить своих детей, Аркадий и Гонория, чтобы достойны были настоящие христиане, руководители государства. Империя была очень большая. Что-то я могу имя его, это императора сказать. Но дело было так. Он сказал, найдите такого человека, чтобы знал он много, все про мирское и про божественное. Нашли академиков, мирские, замечательные люди, лауреаты Нобелевской премии, божественное, ничего не знают. Находят божественное, знают, писание знают, мирского ничего не знают. Он говорит, я не могу, надо, чтобы в одном человеке было, и чтобы они увидели, что это совмещается. Наконец, в одной части империи не нашли, а в другой нашли. И нашли этого человека молодой дьякон, Арсений. Ни один из епископов не нашел изъяна, не веря ни в чем. А этот он и астрономию, математику, все знает. Ну, его вызвали к царю. Ну, конечно, ему дали должность, советник царя, воспитатель царских детей, Гонория и Аркадия. Вот он должен теперь учить. И церковь прозвала его великим не за это. И однажды царь заходит, а он стоит, ну, как у нас учителя, а ученики сидят. Он поздоровался так, а кто у вас учитель? Он говорит, я. А это кто сидят? Ну, это дети вашего царского достоинства. Здесь нет учеников царского достоинства. Встать! Садись! Они должны стоять, а ты сидеть. И что, больше я это по-другому не видел. Согрешат где? Накажи их по полной программе. Если он будет недостоин, звание даже христианина, он недостойный царства будет. Понял? Понял, ваше царское величество? Учи! И однажды Аркадий провинился. И он его так отсек, ну, может быть, не сам, стоял рядом, что у него борозды остались на всю жизнь. Это не ремнем хлистали. И он тогда сказал, видимо, когда уже выздоровел, и сказал, только примут царство, я его сразу казню на Арсения. Арсению это передали. И он переоделся, но еще тайно и бежал. И перестал разговаривать, как глухонемой. В самую глубокую пустыню забился. Его никто не знал, где он находится. А привычки-то в нем остались. Но люди-то знали, кто он. Его видно было, говорит, папай в рогожке видать. И вот он однажды сидит нога за ногу, забрасываем же. А это мирское обычное, тем более женщины. Это не положено. А где написано? Не написано. Как прилично святым. Ну а как сказать ему? Он говорит, мы придем когда? Настоятель-то. Ну он меня, говорит, уважает. Я ногу за ногу сделаю, а ты мне сделай замечание. А он сидит, Арсений, опять нога за ногу. И этот так же. А тот говорит, брат, ты что же делаешь? Да разве положено? Он говорит, скорее ногу скину. А Арсений потихоньку ногу снял и больше никогда не делал. Даже знать, когда сказать. Вовремя сказать. Какое качество. И они никогда не спорили. И Арсений великим назван. За что? А теперь решай, какая его дальнейшая была жизнь. Ему было сказано, беги и молчи. Ему голос послышался. И он спас свою жизнь. А теперь что от него осталось? Понимаете? Стандартно по одной форме нельзя подойти. Надо рассмотреть все от начала до конца. Не зная о биографии, мы не можем сказать. А почему братья так не могли ему сказать? Они видели величие его. Кто он такой? А у нас пять слов не свяжет. Хам. И он может любого. А я никого не боюсь. Я правду в глаза скажу. Хам. Прямо сказал отцу. Прямо насмеялся. Еще получилось из этого. Проклятый африканский континент. Надо задом было подойти. Да задом, чтобы не видеть отца и накрыть. Вот как был. Он разметался. Лежал-то голый, без трусов. Тогда их еще не было. Итак. Теперь я возвращаюсь в Матфея 5.19. Перед этим говорится блаженный нищий дух, блаженный плащащий. И это названо малейшие заповеди. Малейшие. Как в оригинале стоит юнейшие. То есть самые молодые. Заповеди сетисловия. Декаполит. Он уже имеет 1600 лет позади. Как дал Моисей заповеди. А эти только что сказаны. И дальше. Христос говорит. Кто нарушит из-за поведех сих малейших. И научит так людей. Малейшие нарисуются в Царстве Небесном. О, так я и нарушил. Пусть и малейшие, но в Царстве Божьем. Нет. Здесь говорится, что он в аду будет. Да как в аду. В Царстве Небесном. Прямо сказано в Царстве Небесном. А ты знаешь, что Царство Небесное? Царство Небесное и Христос нераздельно. И когда он приходит. Приход его называется Царствием. У Тимофея написано. Это одно место. Это означает, что он малейшим будет. Он будет брошен в ад. Малейших Царствием Божьем не будет. И сектанты в этот стих я не могу доказать. Никаким образом. Почему? А они сектанты. Я чадо православной церкви. Я это толкование, я на Златоусе, сразу принял. Почему? Потому что в моей жизни он не один раз уже происходил. Они Писание не знают. А вот это самомнение, что знают. Они не знают Писание. Бог не требует служения рук человеческих. А как же ты работаешь на работе? И все к иконам относят. Их на каждом шагу улавливают. Ищут от Царства. Стопроцентное заблуждение. А почему? Не в церкви. Я в церкви нахожусь. И меня это Бог открыл в первые же дни. Почему? Смирение показать надо. Да кого не смиренный? А это Бог решит. Не суди раньше времени. Я смирился, где и не по-моему. Не по-моему. Но меня никто не заставит идти к Охлобыстину. Вот говорят, патриарх Денисенко, филарет украинский. Его предали анафеме. Не знаю. Не знаю. Я его не считаю безблагодатным. Не считаю. Но под благословение, крещение не пойду. У меня есть опасения. Но и основания нету считать действительным анафему. Я только для себя. Это лично мое утверждение. Лично для меня. Вот какое отношение. А за это меня никто не судит. Посты, которые я говорю. Только один пост в апостольских правилах есть. Это Великий пост. И среда и пятница. Если кто из сектантов будет, мы об этом должны сказать. А остальные, ну сегодня это принято соблюдать. Ты соблюдай. А если отменят? Я за то, чтобы отменили их. Я за то. Но я их буду соблюдать. Даже если отменят. Никому не навязываю. Ну можно я как бы вопрос или как это. Я не сильно вас отвлекаю. Нет, сколько. Если что-то вы мне скажите, то я скажу, что у вас времени нет. Ну а Петрей Павел я вам показал. Я по этому вопросу сейчас хочу сказать. Вы, я много ваших роликов смотрю, много чего слушаю. Я еще, я ваши, ну проповеди, не знаю, рассказы, как это назвать. Я еще слушал еще на пленках. Давно, уже еще давно, еще интернета не было у меня. Так вот, ну слушай, в чем? Вы говорите такие слова, частенько они попадаются, то в одних роликах, то в других. Чего нет в Библии, а то мы не рассуждаем. Я согласен, да и аминь. По поводу Петра и Павла, что вы говорите, что я за того усталкую, что вроде как они по договоренности туда-сюда, все. Извините, он рассуждает за тем, чего нет в Библии. Я не уверен, что это так было. Потому что Арсений Великий, возможно, если там написано, что там так бы было. Ну, может быть, там так и было, я как бы, я не могу, я не знаю. Но в отношении Павла и Петра, извините, там нет описания. Как и нет описания, что какое, от которого дерево Адам вкушал в раю, когда был в раю, что от которого дерево вкушал, и яблоко рисуют другие, говорят, ну не написано. Написано, не ешь, а плода дерева. Что там за дерево было? Ну, дерево под знание добра и зла. Что это там были? Яблоки, там были груши или лимоны какие-то там росли. Ну, как бы она вроде бы, с одной стороны, и не важна. Но люди вторгаются, яблочки рисуют, да. Ну, слушай, это неправильно будет. И примерно такие же яблочки. И она златоустно рисовала. Говорит, это они по договоренности. Ну, извините, в Библии нету. Кто там тебе сказал, что по договоренности? Ты рассуждаешь на то, над чем, ну, о чем не написано. Как бы неправильно. У меня есть друг, поверьте, брат поверьте, я даже так скажу. Он мне говорит так. Люди сейчас, в настоящее время, стали отходить от писаний, пытаясь научить других нестандартному мышлению. И это приводит мне пример. Я вначале не понял, ну, то есть, получается, я сейчас от обратного иду, поэтому вам будет более понятно. Он говорит, идут два негра, а в казине у них пирожок. Открывают казину, глядят, а нет пирожка. Ну, я сижу, молчу, думаю, что он дальше скажет. Он говорит, ну, помолчал, помолчал. Он говорит, идет женщина, смотрит, зонтик лежит, поднимает зонтик, а под зонтиком пирожок. Я думаю, к чему он сказал? Я говорю, а ты к чему это говоришь? Он говорит, да к тому, что это нестандартное мышление пытается людям, что это вот так вот, нестандартное. Говорит, а сколько, там много таких загадок, я думаю, вы знакомы с такими запутанными историями, как бы люди пользуются ими. Говорит, учат нестандартному мышлению. Вот то, что есть в писании, вот и вы это говорите, на том стойте, и будет хорошо. А когда человек торгается и пытается там что-то, ну, что-то там еще, 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 ну, тут уже, как бы, нехорошо бы этим заниматься. Можно так очень далеко зайти, и совсем не туда, куда хотелось бы попасть. Так, давайте по порядку сейчас, чтобы вам это понятно было. Тут говорится о том, Ян Златоуст сказал это, когда спрашивали, где находится, на каком небе или я пророк, и чем он питается. Речь шла не вообще, иначе нам нельзя рассуждать будет ни о чем совершенно. Ни о природе, о чем не написано. Речь идет о том, что в Библии вот это есть, и мы должны правильно понять. И вот на это место я привожу его выражение. Он говорит, чего в Библии нет, а то мы не рассуждаем. А если это есть, что взят на небо, знаем. И что придет второе пришествие, и убит будет на улицах Иерусалима, его труп будет брошен, знаем. А остальное мы не знаем. А здесь мы можем рассуждать. Рассуждать, потому что речь идет о том, что на наших глазах. И наша задача сохранить обоих. Златоуст говорит, это и так нам, что Петр лицемер, а какая нам от церкви выгода? И откуда видно, что лицемер? А в мире так делается? Да, делается. И другие тогда уже не стали так делать, чтобы устраняться от язычников. Я это принял. Я вам сказал толкование. А если вы это не принимаете, то у вас остается только один вариант. Петра считать лицемером и одного вала завалить. Другого варианта нет. Не, не так. Дело в чем? Он был человеком, и он согрешил. То есть он был неправ. Он был разумлен, и все было нормально встало. Почему завалил одного вала? Хотите ли... Дело в чем? Сейчас, когда, я не знаю, так или не так, но давно когда-то слушал, говорит, ну, папа римский, он читается наместником Бога на земле. Я не вторгаюсь в это, но говорят так, ну, я не как бы, ну, сказать чужие слова, будем так, как говорю. Наместник Бога на земле, то, что он говорит, любое слово его, дай и аминь. То есть, ну как, ну, что бы ни сказал, то есть это как глаз Божий. Я говорю, ну, слушайте, интересный подход такой. Наместник Бога на земле. Я не знаю наместника Бога на земле. Я знаю, что иди последний между Богом и человеком Иисус Христос. Это я вижу в Писании. А то, что там еще каких-то наместников поставил, не знаю. Всякий человек может упасть. И Павел говорит такие слова. Если я или ангел с неба будет говорить не так, как это слово, да будет анафема. То есть, если человек, ну, упал, только говори, что упал, а давиднее мусульмане говорит, о, у вас книга Библия, что это за книга? Один прелюбодеет, другой алкоголик, третий там еще, ну, там, заноя, что вот он упился, там, ну, как, и так далее. Идут, и говорят, подождите, надо понимать, есть история, есть учение, есть еще там что-то. Но надо понимать, что это не есть учение. Так вот, давид взял и упал. Ну, мы же не говорим, что тебе надо всем падать. Но надо признать, это было так. И когда о Петре написано, что он лицемерил, надо признать, что это исторический факт. Как исторический факт. Не как учение, а как исторический факт. То есть неправильно будет сказать, что Петр, но он ни разу не упал. Вот я думаю, что как раз здесь указывается. Это не говорит о том, что он перестал быть апостолом или еще что-то. Вот я здесь себе пометочку написал. Тогда, когда к Иову пришли друзья его, и его обвиняли. Обвиняли там все. Говорили они где-то правильные слова. То есть рассуждение было правильно, но его нельзя было закупить к Иову. То есть они говорят, а может быть вот так, а может быть, наверное, ты так сделал. И они пытались к нему превосокупить. Они не имели права это делать, но сами рассуждения у них были трезвые. Если бы сделал так, то был бы неправ. Если сделал так, то был бы неправ. Но вина их была в том, что они ему превосокупляли это все. И вот им такие слова говорят. Надлежало ли бы вам ради Бога говорить неправду? Смотрите, какие. Говорили-то они правы. То есть они пытались как бы оправдать Бога. Говорят, ну Бог там это. И он говорит, ну не так. И нету повинности во мне. Ни в этом, ни в этом, ни в этом. Что, что мне, ну как, межским языком, белыми нитками ваша статья шита, начальник. И здесь говорит, не то говорите. Надлежало ли бы вам ради Бога говорить неправду? То есть сочинитесь там заниматься. И вот здесь в данный момент я говорю, ну извините. Я говорю, может быть так было, а может быть не было так. Я не могу, не опровериваю, но и не вижу оснований, чтобы встать на эту позицию. Пускай она будет так, как она есть. Ну, будем так говорить. Здесь вы считаете так? Ну, может быть так. Ну, не вижу оснований в Писании мыслить именно таким образом. По поводу... Ну, пожалуйста, извините, а то я много говорю. Я думаю, что вы закончили. Говорите. Да я, то есть, ну сейчас я хотел другую тему вернуться. Из нашего же разговора, то есть, ну, уточнить вопрос. Игнатий Бричининов, я уже сегодня вот второй раз слышу. Вы в одном месте, я вот не пометил, наверное, это неправильно. Надо будет все-таки помещать, все-таки с бумажкой читать там все это. Вы в одном месте тоже говорите, что он, что, по-моему, что у вас прозвучало так, что он не был возрожден. Сейчас вы тоже в разговоре раз, что не был возрожден. Мне интересно. Я слушал его, мне давали послушать, как же там, что-то о смерти в осуждении-то как-то вот. А, сети, 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 сети самодержца. Сети самодержца, да. Я послушал, думаю, ну, я не могу на этом основании что-то сказать. Ну, нормально сказал, как бы, что. Хотя, ну, ведь и его там маленько выражается, но, в принципе, доступно. И нету даже возражений, что здесь возразить. Хотел спросить вас, а на каких основаниях вы вот о нем говорите, что он не был возрожден? Почему? Почему? Что сподвигло вас к этому, к такому рассуждению? Исследования, его шесть томиков, которые вышли, прочитав их, у меня много в книгах написано про это. Поэтому, повторяйте, мне уже сделали замещание, вы это уже говорили. Если не трудно, просто в поисковик зарядите, я беру его выражение, как он говорит, и на чем настаивает. И видно, что рожденный свыше этого не может говорить. Хорошо. А как найти? Вот, что вы говорите, найдите. Ну, у вас там сильно много. Как это найти? Куда? Что это? Как называется? Как это? Ролик или что это? Есть сайт наш. Вы на нем не бываете, наверное? Библиотек? Я зашел, как-то посмотрел. Для меня я очень далекий, как бы, вот это все это. Я смотрю, я не могу определиться, где есть что. Смотрел, там, ага, есть книга. Смотрю, надо скачивать. Ага. Попробовал, там что-то не работает. Ладно. Там тут потыкался, помыкался. Не, я, впрочем, вот, ты нашел, ты нашел, ты нашел. Работает. Я говорю, православный, виблейский сайт во свете Библии. Вы говорите, не на сайте. А сайт, на сайте, там нельзя, там что-то. Там определенно 12 томов златоуста аудио. И написано, что именно. 12 томов жития. Какие жития? Там все расписано по полочке. Это я видел. Дальше. Когда на сайт зайдете, на правой стороне, самое правое, идет колонка 55 папок под названиями. И в каждой папке вопросы и ответы, которые мне задавали люди на занятиях, университетах, по радио. И 4124. Вот вы сейчас открыли бы, это маленько глазами пробежало, ты видишь. Если написано там дети, ты там искать не будешь. Если написано православие, вот туда и ткни. А там вопросы. И вопрос, допустим, Агнатия Брещанинова, вопрос это ткни, откроется ответ. Там огромная работа, огромная. Просто не высказать. Немыслимо огромная работа. Допустим, патриархия, ткни. И о патриархии, допустим, тебя интересуют евреи. Там папка евреи, ткни. И откроется 176 вопросов. Вот сейчас я вам задам задание. Как бы, вы его не выполните. Задайте какие-то вопросы мне по еврейскому вопросу. Что вы зададите? Больше 10 не наберется. Мне евреи задают 176 вопросов. И на все я отвечаю согласно Библии, святых отцов, канонам церкви и жития святых. Все время отвечаю четырьмя параметрами. И еще добавляю в поазию за 300 лет 300 поэтов. Понимаете? Эти вопросы просто так не ответить. И вы там найдете. Вот он приходит. Как он был в военном училище. Это какой год он там был. Современник Пушкина. Рядом прямо там. Это не Феофан Затворник. Как они пришли. Какое состояние было в монастырях. О чем он задумался. Дальше как стал говорить. Как его поставили епископом. Почему? Он был друг царя. Царь к нему запросто приезжал. Это все надо учесть. И в то время было 1200. Ну в то время чуть попозже. 1275 монастырей в России. Я называю до одного монастыря. Он делает там где Кавказский регион. Делает объезд как епископ. И находит что во всей России может быть предположительно 4 всего монастыря. На 1275. Посчитай какой процент. Которые имеют духовную жизнь. Остались актеры. А актеры ничего не сделают. Это его слова. И написано у меня там в книгах. Какой том. Какая страница. Я говорю со знанием дела. Но у него нигде нету. Что он говорил о благовестии. Идти в мир нету. Он строительство, украшение. Духовно рожденный свыше человек. Он слышит голос Божий. И Бог его посылает туда куда Богу угодно. А не куда угодно царю. А он значит образцовый монастырь. И теперь иностранцы приезжают. И у них едет экскурсия. Обязательно к нему монастырь. Когда он то еще там был. Пока не назначенный. Был настоятелем. Я эту историю всю знаю. И как это. Я вопрос задаю попутно. Потом перейду что там раньше было. Почему когда канонизируют. У них голосование. Ну допустим участвует там 50 епископов. Да все они там бывают. За Серафима Саровского ни один не проголосовал. Первый случай был в России. Предложена кандидатура ни один. И царь своим повелением написал. Канонизировать. Его сразу канонизировали. Вам ничего это не говорит. Все что у него это это не пиар. Это раздутая биография. Да без размера. Я показываю тебя святык. Минутку. А то он потом не вернется. Извините. Я чуть-чуть. Простите что перебиваю. А почему что раздутая биография Серафима Саровского. Или царя. Пока говорим о биографии Серафима Саровского. Но и царь то не имел никакой власти. Лично решать что канонизировать. И все сразу склонились к канонизировать. Я за за за. Чтобы его не выкинули. Ну понятно что все уже не так было. Если канонизировали в то время и иону митрополита киевского. Митрополита. Проголосовали все. А более строгого не было. Его можно было назвать духовный киллер. К нему если приходили люди. Начинали что-то не так. Он говорит. А вот ты получишь. Он опрокидывался. Падал мертвый. А ну слышал что-то такое. Где-то употребление. Я упоминал его. И когда сегодня говорят каноны. Строгие нельзя женщину за аборт на 10 лет выставлять. А он говорит. Святые не показали пощаду. И от нас ее не будет. Я считаю. Он прав был. И это все сегодня подгоняет. Христос вчера и сегодня вовеки тот же. И грех не стал святостью. Из-за того что много его стали делать. И вот про Игнать это Брянчанинова. Если я сказал. Я показываю где вам найти. Мне сейчас искать. И время даже на это нет. Уже готовые ответы. Вы сказали. Я теперь понял координацию. Сайт. Сайт. И справа. Как только откроется сайт. Даже по-русски. Зарядите в гугл. Сайт. Открытым оком во свете Библии. Игнать Иванович. Я заходил. Но этот раз попробовал. Походил, походил. Что-то нашел. А что-то я не понял как она работает. 55 папок это много. Это 55 тем. Это много. Это не то что духовно. Не просто вы сейчас мне подсказали как сориентируются. С правой стороны. Мусульманство. Игнать и братья. Мусульманство. Откройте. Я разбираю весь Коран. По сурама и аятам. И за 1300 лет что сказали. Евреям у меня посвящено много. Почему? Я три тома написал они. За 3600 лет. Что сказали самые великие люди. От начала до конца. Более капитального труда нет пока в литературе. Нету. Это все что сказали за 3600 лет. Надо маленько подумать что это такое. Это Бог сделал. У меня нет грамоты никакой духовной. Так вот теперь возвращаемся. Малейшее наречется. Ну ясно что малейшее одна заповедь. Допустим. Ну я не нищий духом. Войду в рай. Нет. И по порядку 9 блаженств проходим. За отсутствие мы одной. Все остальное уже не действительно. Как же он в царстве небесно малейшем то. И никто не понимает. Малейшим значит ничтожным. Он не будет. Как он спасется. Написано спасется как из огня. Это означает что там не будет адвентистов 7 дня их учения. Он спасется как головня. Откуда известно. Даниила 12 глава 2 стих. Ответы надо знать где. И перед престолом его посещет огненная река. Я спрашиваю сектантов. Руководство. Скажите. Суд божий вы верите? Конечно. Ну по хорошему. Скажите. А перед престолом пройдет огонь. Зачем? Гробовое молчание. Ни один по сей день не ответил. А кто отвечает? Ефрем Сирин. В третьем томе страницы я могу называть. Где это говорит он? Почему? Все должны пройти через огненную реку. И праведник выйдет. Засияет как солнце. Огонь испытывает. Грешник выйдет как головня. Он не уничтожится. Он спасется от уничтожения. И будет брошен в гену огненную. Другого толкования дать никак нельзя. Ну по минуту. Можно пояснение сразу? А то сейчас раз и потом. Что значит спасется как бы из огня? О чем речь? Речь идет об огненной реке. И загнять еще от река перед престолом Божьим. А огненная река. И через нее все должны будут пройти от первого до последнего человека. И на той стороне, когда они выйдут перед престолом уже, праведник будет сиять как солнце, а нечестивый как обгорелая головня. Он спасется от уничтожения. Он не уничтожен. А что значит спасется от уничтожения? Грешники. Они не будут уничтожены как солома, как говорят, адвентисты седьмого дня. А понял. Что раз и умер и до свидания. Он вечный человек не уничтожается. Вот это наше тело воскреснет, не другое. Вот это. И с этим телом, с этим нашим измененным телом соединится душа. Не другое тело. Оно будет только изменено. Подобное Христову. Вот это учение православное. А мы теперь скажем, а при чем православие? Вот слушайте, я вам сейчас прочитаю. Даниила 10.13. У вас Библия далеко? Ну, рядышком. Откройте, пожалуйста. Или там поисковику. Даниила 10.13. Я сейчас буду вам православие проповедовать. Ну, я послушаю. Почему нет? Если есть что доброе, я возьму. Другого нету, понимаете, нету. Все 100% сектантов молчат, рот закрытый. Почему? Они не православные. Благодать им не открывает. Они безблагодатные. Даниила 10.13. Вы когда встретитесь с протестантами, скажите, ответьте, о чем тут написано. Ну, и там, где я показывал пятая глава Матфея. Малейший наречется. Что значит малейший? Два вопроса, и все встало на место. Считаем. 10.13. Сейчас, секундочку. Пока открою. Я при том таких мест могу много дать. Ни на один вопрос они не отвечают. Открыл. Ну, князь царства Перскидского стоял против меня. Вот это? Да. Сколько стоял? 21 день. Дальше. Ну, вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там, при царях Персидских. Ну, объясните, о чем речь идет? Кто такой князь царства Персидского? Кто такой Михаил? Меня спрашивают. Это о Горбачеве? Думали о Горбачеве, это все меня спрашивали. Нет, нет, ну, это явно не о Горбачеве. Ну, это, я так думаю, ангелы. Ну, вы думаете. Ну, тогда объясните содержание этого стиха. Это говорит кто? Вот этот стих кто говорит? Это, ну, я давно читал. Я так, с вами имя сказал. Кто говорит? Кто автор этого стиха? И я остался там, при царях Персидских. Это кто говорит? Я пришел. Вот Олег. А решет. Я прочитаю. Дело в чем? Я говорю, я давно не читал. Но это ответ, когда объяснение идет Даниилу, почему не сразу был ему ответ или помощь, что-то такое. Я сейчас не готов. Ну, хорошо, ладно. Вы не против, что если я не буду объяснять, а потом когда-нибудь объясню? А пока вы сами подумайте, поспрашивайте знакомых своих. Может, из протестантов кто. И вы, представьте, скажи, только объясни каждое слово. Кто такой Михаил? Почему он один из первых князей? Почему пришел мне помочь? А почему не князю Персидскому? И против меня, и почему 21 день? А почему я остался... Каждое слово требует разъяснения. Вот тут и православие открывается. Это благодатное толкование от Духа Святого. А у сектантов от головного ума. А тут умом не поможешь. Ну, я здесь как бы, я не знаю, я Ветхий Завет читал, на что-то обращал внимание, на что-то... Это касается нас. Это нас касается. Отдалек. Не всякое... Не могу сейчас... Хорошо. Запишите себе. Оставим его для размышления. Если я записал, Даниила 10-13... Если вы в течение трех недель против меня, говорит, 21 день, если вы за 21 день ничего не узнаете, я вам оставляю этот срок, то тогда я присану перед вами. Ну, хорошо. Годится? Если Бог позволит, даст жизни и все. Если Господу угодно и живо будем, я знаю это выражение. Да, потому что... Я не знаю, может, я сейчас на полусловие упаду. Да, именно так. Я вчера как раз об этом и говорил на занятиях. Какой смертью я не умру, будут толковать только отрицательно. Вот я сейчас с вами говорю, вот я сейчас умру, и будут говорить, он спорил с человеком истинно православным, то есть на меня, и Бог его убил. Ну, я не вижу, что мы спорим, как бы. Ну, допустим, Серафим наклонился в вещь, а стоял на кирпичах коленками-то и загорелась в келье. Старобрядцы говорят, он курил недокушенное, не запотушенное папиросо. Ну, вы это говорили тоже где-то, я слышал. Ну, годится ли это? Годится ли это? Не, ну, как бы, противники ищут всегда повод, чтобы как-то превратиться. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилосиот, православный. Ну, да, он согласен. Но я не думаю, что... Вот, я не подозреваю вас, что вы с этим зашли, меня искушать. Мне ваши вопросы все нравятся. Нет, я... Зачем мне вас искушать? Ну, я говорил вам, в прошлый раз, когда вы выступали там где-то, я сразу сказал, вы отвечали правильно. Вы помните там какой-то вопрос? Если я не понимаю, я скажу, что я не понимаю. Если я что-то как-то понимаю, я скажу, если вижу, что что-то неправильно. Ну, на сегодня хватит уже, все? Ну, да, хватит. Вы не подумайте, что у меня худые намерения. Ну, по поводу фотографий и видео, в обнаженном виде, вы все-таки подумайте. И я просто, я говорю, я с отъем думаю, ну, как сказать не... Не сказать не могу. Ничего вы сказали, а я смотрю на пользу. Какая польза? Во-первых, я сказал о бане, мне надо было говорить о бане. Я обдуманно заранее это сделал, не то, что меня перехватили. Пока вы говорите, а я обдуманно готовился к этому. И назад повторил бы точно так же. И дальше я о чем говорю? Я смотрю на пользу. Если требуется предстать пророку Исаии, то Господь ему сказал, разделься, и он голый ходил по городу. Тут надо слышать голос Божий. Здесь повеление было, это его... А почему вы считаете, что его не было здесь? Мое дело сказать... Ну, и так. Ему так же говорили. Если что, я чист, я сказал то, что я видел. То, что... То есть, тебе душа моя свободна. А как вы поступите? Видите, сказал Иди, Игорь, женись на блуднице. Ну, что за повеление-то? Если на блуднице, меня в священники не поставят, кандидатура будет снята. А он это сделал. Так что тут стандарта мышления не может быть. Бог повелевает. Это личное качество. И в чем он не выражается. И конечный результат. Мне не раз говорили. Ну, вот как вы узнали с этим человеком сказать? Не знаю. С ним работали священники. Он абсолютно был неподвижный. У нас полтора часа встречи. И он в зал совсем другой. Почему? Не знаю. А почему вы нашли его больное место? Не знаю. Мне не раз говорили. Я вел занятия в университете, если вы слышали. Люди идут, и у меня, говорят, вопросы какие были. Я, говорю, вдруг села на первую скамейку, а человек передо мной прям встал, а я села прямо против кафедры. Вы говорили, я помню о чем. И вдруг перестали говорить, на меня посмотрели, и стали отвечать мои вопросы, другие, в том порядке, в котором стояли. А я знать не знал. Когда уже душа обратилась, стала членом нашей общины, и она потом все это написала. Другие муж с женой уже развелись, считай. Увели надпись о занятиях. Они зашли, а вышли уже обнявшись. Мы дверь открыли, ваши слова слышали, и вы сразу вдруг стали говорить о семье. А я ничего не знаю. Я не знаю это. Это миссия. И поэтому на миссионерство нельзя научиться. Это только Бог делает. А миссионеры это все обман сегодня. Они благовестники могут, проповедники. Но на миссию Бог избирает, и не больше, чем в бою. И они же это не понимают. Да, согласен. Жестокое сердце. Вы сейчас говорите, для меня это знакомо. Есть жесткие формы, как редко позиция, грубо говоря, по догматике. А есть то, что позиция Духа Святого относительно места. Я могу от ума своего говорить, а здесь надо, может быть, говорить о другом сейчас. То есть это вот детечество как раз Духа Святого. Иногда, может быть, по среде миссии призывать к молитве. Вот пример. Иоанн Златоуст приготовился говорить проповедь. Идет, и вдруг видит, коль тяпый там просят милостыню, и видно, что дошел до последней степени. И он мгновенно проповедь приготовленную сдвинул к нам место. Успею. И начал говорить о брошенных, о покинутых, о жестокосердии богатых. Понятно? Это благодать. Вот я вчера объяснял. Считайте обильно Библию. Слово Божие доселяется обильно. Как обильно? Я считать вот так, как считают люди. Я насчитывал два раза, минимум два раза. Это уж точно. Я на пленку насчитывал, на компьютер. От корки до корки. Но когда я считаю, у меня другое. Вот я сейчас стал считать одно предложение. Я останавливаюсь. У меня целое облако свидетелей. У меня проповеди слагаются, и притом не как, ну, разброс, а литературно, с запятыми. У меня особое мышление. Я одна проповедь, вторая, третья, я пример. Вот. Царю небесный утешителю, вы слышали? Я всегда говорил 25 примерно минут при начале занятия в университете. А одну молитву я объяснял 60 раз. И без повтора. Это немыслимо. Священники, да не может быть, а где? Я говорю, на пленках лежат, неопубликованные. Так что там объяснять? Царю небесный утешителю, души истинной, и живет здесь и вся исполняет, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись овны, и очистины от всяких скверных, и спаси блажь и души наши. Что тут? 60 проповедей. Я сегодня смотрю, я ни одной не могу признать своею. Вот у меня стихотворение 3467. Я сейчас считаю, думаю, строки, смотрю, моего нет, как бы ни подпись, я бы даже их не признал своими. Ну, я вам скажу, я сам свидетель, и не один сам свидетель, но и другие свидетельства так же. Бывает, я говорю, говорю, я думаю, и это не мое, я об этом даже не думал говорить. И я слушаю, и я сам с этого учусь. Да. Ну, я думаю, удивительно. Я смотрю, когда я разговариваю, я говорю, вот так бывает. У меня тоже такое. Я думаю, что это потому, потому что я говорю не свое. Не свое. Я бы до этого захотел бы додуматься, я бы не смог, наверное, задуматься. А потом, слава богу, хорошее научение, то есть многое что-то такое. Вот, смотрите, я скажу, скажу, вчера у меня созрела проповедь. Ну, проповедь как по учению, но я в церкви отошел, не стал проповедовать. Оставил 1300 проповедей, ауди, и вставил там видео, там 3000 вообще никто не записывал. Но вчера оно у меня созрело. Я говорю, Володя, это не проповедь, а как бы ответ на вопрос. Созрело проповедь. Но вечером что-то тут у нас занято было. Я говорю, утром тогда, когда события дня запишем. Сегодня события дня записали. Я встал, Володя настроил треножник, вот он стоит. Я говорю, подожди маленько. Я сейчас во время событий дня, тут приехала как раз у нас одна душа, обращенная, из другой нации. И она у нас принимала крещение, пожелала быть членом нашей общины, и вчера приехала. И вчера она была. И сегодня она посадил рядом и кое-что отвечал. Он Володя настроил после этого, когда события дня я дал на каждый день, я говорю, не готов. Так, вчера готов был, сегодня не готов. Я походил по комнате, ну просто, я не просто хожу, а я молюсь. Нет, не готов, не идет. Если бы я сказал, готов, мы бы с вами не встретились. Он занятый был бы. Есть понятие, написано, не допустил меня Дух Святой. Препятствие, какое было препятствие. Вот у меня такое. Закрыто, как обрезано, все, есть такой момент. Самые простые вопросы иногда задают, я отвечаю, не знаю. А люди привыкли, что на все вопросы отвечают прям сразу. Не знаю, почему. Я не молился. Я почувствовал вопрос этот, требует добавки. Иногда спросят через неделю, месяц, я отвечаю, не знаю, молюсь, ответа нет. А бывает, ответ придет уже, месяца через два. И вы уверены, что от Бога на сто процентов. А как? На первом месте местописание у меня высвечивается. Высвечивается как бы. Я не вижу ничего. У меня видения не было, ни слухом, ни ухом. Ни разу ничего не слышал. У меня нет этого. Я просто молюсь и сердечным ухом слушаю, что сажет Господь. Ну, бывает. Я понимаю, о чем вы говорите, что бывает открыто, а бывает закрыто. Смотришь и не видишь. Читаешь, буковки видишь, читаешь, все, но закрыто. Вы как, я хотел спросить вас, вы совсем недвижимые? Я по дому передвигаюсь с помощью костылей на улицу, не ухожу на полету. А у вас что случилось-то? У меня травма. Три позвонка сломаны. Ну, ладно. Не об этом дело. Дело в том, что вы никуда не ездите. А то я пригласил бы на лето вас в лагерь отдохнуть у нас. Нет, я никуда не езжу. Я из дома вообще не ухожу. Там у нас можно порыбачить, отдыхать, пища, воздух. Я понимаю. Я давно еще, когда я слушал ваши пленки, мне давал один человек, ну, я не знаю, знаете, вы не знаете, Влад такой. Знаю, знаю. Вот. Он мне давал. Я слушал. Там много Чукураева слушал. Потом забросил. Я вижу у вас такие осуждения. Это прямо удивительное. Я так, в чем дело? Однажды на одной конференции я был. Ну, приглашают как религиозного деятеля об экстремизме. Что-то такое было. Взорвали там метро или что. И городская администрация собрала нас всех. Ну, и выходят один за другим. Всем дают, там, допустим, семь минут, там, десять. Мне всегда дают только пять минут. Больше не дают. Интересно. То есть они знают, что я в пять минут вложусь. И вот, следующий я. И вдруг выходит доктор юридических наук Сорокин Виталий. Говорит, как будто бы со мной рядом жил. Мне выходить уже, и говорит, даже пять минут много. Но я успел сказать, что такое экстремизм, что такое фанатизм. И эти люди, я говорю, если не экстремизм, не фанатизм, а тут президиум сидит, знатный такой съезд. Я говорю, это все блевотина. На них показываю, Евангелие в руках. А они как запереглядывались. Я говорю, почему? Так говорит священное писание. Был бы ты холоден или горячий. Я как-то теплый, изверну из уст. Извергается из уст только блевотина. Толкование дается. Ну, когда я выступил, вот передо мной доктор юридических наук говорил. Я пришел домой и сразу позвонил в Алтайский государственный университет. Главный редактор, мы близко знакомы с ним. Я говорю, Владимир Федорович, что-то такого знаете? Да, конечно. Он такой известный, завкафедры там. Скажите, телефон его есть у вас? Есть. Он дал, я звоню. Наверещал его. Здравствуйте. Вы помните, вот мы с вами, там, кажется, вчера или сегодня, там, я даже сейчас не помню, выступали, да. А откуда у вас такие знания, что вы ответили так, с такой глубокой верой и неотразимо? Он говорит, а у меня есть, говорит, такая книга, говорит, открытым оком, 12 томов на полке. Я и не знал. Мои книги ходит, покупает. И он по ним все сказал. Я говорю, вы ведь верите? Так, а другого варианта это и нету. Один вариант. Понятно? Нет, я просто скажу, потому что я слушал ваши проповеди, как бы, я обратился к Богу до этого всего. Я слушал, я смотрю, я в чем-то согласен, усиленно думаю, ну вот, человек здравый судит. В чем-то я не согласен. Я не могу сказать, что... Меня интересует больше, в чем вы не согласны. Меня всегда это интересует. Ну, это уже, это опять она поднимает. По ходу действия все будет возникать. Я попробую эти вопросы, если Бог позволит, поднимать. Все невозможно поднять за раз. Как бы, вот так вот. А где? У меня мысли были, в тот раз, что думаю, ну, хотел бы я жить, конечно, в деревне, в такой, а он мне говорит, а только православный. Говорю, ну, я вот не православный, я это... Да вы уже православный, вы даже не знаете это. Вы православный. Тогда мы все были, а сейчас уже куда я поеду? Я уже никуда. Ничего не... Я... Ну, на машине-то вам можно... На машине-то вам... В деревне жить надо, надо... В деревне жить надо силу иметь, чтобы работать. А на машине-то вам можно ездить или нельзя? Ну, я ездил, ну, как... Ну, вот в простую машину я не могу сесть, ну, как... Ну, которая легковая. Вот, типа, микроавтобус там, ну, или как вот это называется. Ну, короче, вот как газели ходят еще, что дверь высокая, что туда зайти можно сесть. Вот такую. Ну, вот у нас газель как раз и есть. Мы на газели проехали полмира, три раза вокруг земного шара. Ну, я видел, я смотрел. Я не все смотрел, я много еще смотрел, я так смотрю, приодичь. Я как раз хотел спросить по пленкам, когда вы пленки слушали, согласны, и были не согласны. Вот один недавно тоже пришел, но я не совсем согласен. Я говорю, ну, о всем не согласен. это, ну, пожалуйста. Да, это, я пристал к нему, как говорит, репей. Он говорил, говорил потом, да, я совсем согласен. Если Бог даст, там много, к примеру, тысячи дня царства, таком вопрос, по поводу церкви, что есть церковь, там прочее. Есть много, я, то есть, сейчас вот говорить, поднимать, это очень большие, много, это очень длительный разговор, и невозможно, за раз все это взять и рассмотреть. А вы нигде никогда не креститесь, вот так вот рукой? Нет, я не крещусь, я, ну, с Владом разговариваю, вы считаете за грех? А у меня крестик, ты что думаешь, я боюсь креста на знамение? Я не боюсь. правильно, можете, правильно, вот так произведем, правильно перекреститься, ну-ка попробуйте. Ну, вот я перекрестил, пожалуйста. Правильно, значит, печати антихриста на вас нету. Я не боюсь, с Андреем у меня крестик, я думаю, что я боюсь, я не боюсь, просто я не вижу в этом смысла. Ну, все, ладно тогда, прощаемся пока. Минут, пять минут, вот пять минут, не больше. Я вам писал тот раз про ваше плечо, я смотрю, у вас там есть проблемы, сейчас может быть нет, но они могут, не хотят, чтобы авторизм, но всякое бывает. У меня в один год, давно, очень давно, больше 20 лет назад, с плечом было приключение, я знаю, что у вас там вроде как повредили, а у меня было приключение такое, что раз, я рука заболела, заболела, и все, я поднять не могу, я пришел в травму, там посмотрели, направляю хирургу, иди, там говорит, тебе надо операцию делать, составлять, я думаю, что-то я не хочу, и я заметил, что в душ я пошел, ну, в горячий душ, и у меня рука работает, все, я поднимаю, пока тело горячее, она работает, тело остыло, и все, я руку не могу поднять, ну как, боли были такие, что я ночами не спал, руку вашу, ну как, лежи, она болит, переворачиваться я не мог, я брал одну руку, вторую руку, ну, таким образом переворачивался на постели, и не зная кто, что, ну, в общем, людям подсказали, так, и мне решили сделать, говорит, ну, что ты смотришь, как это, давай попробуем, может поможет, что сделали, обыкновенные листья березовые, обложили мне плечо, этим листьями березовыми, потом шаль, ну, чем-то таким, и шаль сверху укутали, и вот так я ночь проспал, и день проходил, ну, что-то около двух дней, вообще сложности провел, и никакой операции, ничего, я забыл про свое плечо и по сей день, бывает так, ну, реденько, что-то, ну, подсклинивает, как бы, но в целом нету таких боли, что она, вы попробуйте, если вот случится с вами, вы попробуйте, просто рецепт, чтобы, там никаких медикаментов, никакой химии, но мне очень, здесь операцию, что-то предлагали, а никакой операции, ничего, все, пожалуйста, все это просто. Ну, у меня выверщены руки были, выверщены, у меня когда там, определенные органы там было, и кроме того, остужение, какое, мы стеклили, это называется, окна, вот когда ферма, допустим, большой, ну, там, цех, автомобили там, или вагоны ремонтируют, а посередке, вот так вот, это возвышение, и стекла сбоку, чтобы на середину свет падал, и там все, металлические эти детали, и стекло, и металлическими клямерами прикручивать, и 43 градуса было, там больше нескольких часов, вообще нельзя было, вытерпеть, а рядом, маленький, сделали каморку забегать, и там огромный стоял козел, проволока намотана, которая нагревать, чтобы руки, я работал там почти неделю, и все время оттуда, и опять, вот этот перепад температур, меня долго лечили, разные там эти обкладки делали, руки висели, вот так вот, по второй группе, кажется, меня комиссовали, а потом все направилось, но учитывая то и другое, я понимаю, это неисправимо, как чуть простыл, и я не могу костюм надеть, и опять по левой ноге первый раз ударило, у меня физические повреждения, у меня слухи дырка в перепонной перепонке, но еще спрашивать. Ну, если что, вы все равно попробуйте, она не временительна, а пользу может быть принесет. Может быть и так, благодарю. Вот. Ну, спасибо, что откликнулись. Спасибо, Христос, что зашли. Если что, там звоните, что-то, может быть, вы захотите, что-то спросить. Вы фамилию не сказали, вы ее скрываете, нет? Нет, я не скрываю, Росбах Олег. А то, что сват, это здесь, скайп меня замучил. Я пишу о том, меня то не пускают, то еще, то я войти не могу по-своему этому. Я замучился, потом я посмотрел, взял, написал, Вася сват. А ну раз и пропустил. Думаю, ну так и был Вася сват. Я потом думаю, ну Вася, я же не Вася, я Олег заменил, а сват так бы остался. А я не понял, что это вы, это Володя мне говорит. Это сват. А что за сват? Какой? Я ему говорю, да тот, который в скайпе, Сергей, это ооо, давай. Ну я вам ответил, что только с глазком разговариваю. Ну, дело в чем, с глазком, у меня она камера, вот я сейчас руку протягиваю, дотянуться не могу, она далеко стоит. Мне приходит, мне надо жену просить, а она, вы зачехляете, ну как бы, у меня тоже коробочка такая, одевает на нее. То есть, ее надо снять, а бывает ее сбивают, ее надо повернуть, а как бы отдыхает, надо, чтобы кто-то это сделал. Ну да, у меня примерно такая же. Дед дочь говорила, говорила, я думаю, да что ты говоришь? Я говорю, ну если она спричала, Дом говорит, ну, ты понимаешь, она его заклеивает. Я подумал, думаю, потом что-то еще узнал, одну информацию, другую, подумал, нет, я ее буду закрывать. Я стал ее закрывать тоже. А потом, и вы закрываете. Думаю, надо, человек так же делает, как я делаю. А вы как считаете, у вас одно звание организации какое-то есть на званиях, кому вы принадлежите? Да я сейчас никуда не хожу. Никуда? Ну а все-таки вы ближе по учению к кому? Ближе к баптистам. Баптистам. Я ходил к баптистам. Вы мое отношение знаете к баптистам. Я считаю всех сектантов самые близкие к православию баптисты, самые правильные. Им не хватает в основном только рукоположения. А основное можно было договориться. Я разговаривал с руководством самым высоким всех Б в Москве. Понятия оцеркви никакого нет. Слышал ваше мнение. Потом смотри иногда вы прям там в одном ролике вчера я посмотрел там на пацанчика там я не помню Илья у него там крапивы драть он убегал потом его поймали привели там наказание получил так ругаетесь и как баптист что-то такое типа отроди я так посмотрел думаю ну уж что-то вот как-то зря бы это сказал. Он баптист родители баптисты у него баптисты родители Я понял почему вы так сказали но я так подумал думаю ну не у всех баптистов такие дети поэтому неправильно было по ношению на учение это не подставка не подставка это нормально у них считается мы считаем что как написано я и дома будем служить Господу особое внимание детям не я не об этом говорю вот если я ну наказывая ребенка сказал бы ну эх ты православный вырод ну неправильно было бы да в чем здесь это самое даже если он был православным ты сделал плохой поступок ты за него отвечаешь я поясню что он не крещеный а он доступен вражесилам дальше он ни разу не причащался я вот в каком смысле говорю он самый непослушный самый хитрый я понимаю не можно наказать я не о том говорю я говорю наказал получил заслужил чтобы получается я смотрю иногда на занятиях вот там бабкисты давайте мы мы о христе говорим о писании давайте пока об этом поговорим хотите поговорить о бабкистах я тоже буду тогда защищать но я же не до этого собрались давайте по писанию поговорим хотите поговорить о бабкистах я буду защищаться будем так говорить есть что сказать не просто так А если нет, я не призван здесь защищать Тут раз я пытался сказать Смотрю, иногда глянул запись Ой, как я коряво выражаюсь Язык какой-то комканный весь Если защищаться, так я могу защищаться Но я не предлагаю сейчас Вот я сейчас буду восставать Вот православные такие Я тоже могу много что-то сказать Но это лишнее будет, мне это не надо Давайте заниматься писанием по писанию Для чего здесь пытаться Попутно хотел сказать Когда вы зайдете на наш сайт На первую страницу То я просто прошу вас Там две папки есть Одна церковь называется, а другая священство Церковь и священство Сейчас я запишу, не могу Запишите, две папки Выберите время Посмотрите, вопросы, ответы и прочее Это вам крайне необходимо У вас очень хорошее основание есть И на этом могут произрасти нужные слова, примутся Это вот там, где с правой стороны Просто поупрямство Остается в заблуждении своем и все Я вам не случайно сказал перекреститься У нас интересно Две женщины были, мать и дочь Они много претерпели В 12 томе, открытым оком Ее рассказ, как она бежала от раскулаченных из Нарыма С тремя детьми 700 километров тайгой Со зверями ночевала и только от людей пряталась Ужас И вот они живут рядом с нами Но, баптисты Я сколько беседовал Никак не касается Но стоило сказать Приехал человек один И он говорит Им ее Мария Ивампина звать Скажите, а вы знаете, что печать Антихриста будет? Ну да А почему на правую руку начало? Баптисты вообще не знают, соответственно Ефрем Сирин говорит Для того, чтобы не могли совершить Животворящий крест на себе Только одна причина Это сатана боится, как огня Он говорит Вы можете перекреститься? Ну, я говорю Так я же православная была Ну, можете или нет? Ну, а кто мне еще скажет? Я спрашиваю Можете или нет? Я перекрещусь Нажало так крепко, как надо Он говорит Так вы уже православная На вас печать Антихриста-то нету Нет, ну я Здесь слово православная Она как бы Она стала православной Пришла дочь ее И пришла внучка Все стали православными От одного слова От одного крестного знамения Вот она перекрестилась И как будто бы Гниль ее все С нее Бог снял А я беседовал с ней Пять лет, наверное Встречались, помогали Там Стоить ни на чем не поймешь Ключик дан был Через другого человека Это сказал не я ей Я пришел Приехал старообрядец Долгоп Андрей Федотович И он говорит Вы теперь православная Печати нет вам Все открыто Она говорит Остальное я все верю И больше она к баптистам Ни разу не пошла Пособоровалась Исповедовалась Причастилась По-христиански И на могиле у ней Распятие А не тумбочка стоит Все Церковь Это не то Где там То или другое Церковь Где Христос Христос создал И вот написано Когда говорит Вот церковь создам А в ней поставлю Одних другим Одних вот этими Одних вот этими Но она уже В тот момент Когда он говорит Поставлю в ней То есть в ней То есть не от них Она от него Следующая тема Олег Это следующая тема Когда прощаешься Я вам как бы закидку делаю На будущее Вы помолитесь Просчитайте там Что я сказал О церкви О священстве И когда все Ознакомитесь Чтобы я не повторялся И тогда у вас Будут вопросы Совсем другие Как я говорю Если вы сейчас Еще не скажете Вам легче будет пятиться Вы позади себя Ров не выроете Отошел Ну я примерно Все понял Ладно Хорошо С Богом Да потом поговорим С Богом Все Включайтесь Здравствуйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому